Сегодня мы проводим 13-е заседание дискуссионного группы о теме, которая фактически совпала с празднествами. Сегодня мы проводим 13-го ноября, когда отмечалось окончание Первой мировой войны, хотя и по логике вещей и по эволюции тех событий, которые стали результатом подписания. Это не нужно посмотреть в Русальскую миру, ставшую прологом Второй мировой войны. Сегодняшнее заседание посвящено вопросам подписания прессового мира. Я не буду называть тему, потому что здесь есть три докладчика и только у одного Сергея Николаевича Наракова тема носит более или менее нейтральный характер. Она связана с историографией этого вопроса. Спасибо. Сергей Николаевич, это нет? Нет, нет. Он в самый разный момент сообщил, что он болен. Тогда, коллеги, я прошу прощения и, условно, предоставляю. Он, наверное, является сопредседателем или председателем общества КЛИО. Мы ведь так и не выбрали. Нет, мы это как бы временный организатор. Временный организатор. Временному организатору для кого сам Петербургского, для кого Ленинградского отделения КЛИО. Вячеслав Игоревич, пожалуйста, Вячеслав Игоревич. Товарищи, сто лет назад, 13 ноября 1918 года, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет аннулировал Брестский мир. То есть, то, что предвидел Владимир Ильич Ленин, то есть, недолговечность, так называемого, похабанного договора оказалась точной, то есть, его предсказанием. Германия не выдержала испытания экономическим кризисом, ноябрьской революцией, и поэтому запросила мира у союзников. Кроме того, она была уже не способна проводить интервенцию на Востоке. Ну и поэтому в создавшихся условиях совершенно логичным было отказаться от тех обязательств, которые были даны при подписании Брестского мира. И сегодняшнее наше заседание посвящено именно этому событию, аннулированию Брестского мира. То есть, тема такая. Брестский мир. Необходимость, ошибка, преступление к столетию аннулирования Брестского мира. У нас было запланировано три докладчика. Это доклад Большакова Владимира Петровича, профсоюзного активиста и историка. Брестский мир 1918 года как предательство рабочего класса. Второй доклад, который подготовил кирпичонок Артем Иванович, это блогер, историк, кандидат исторических наук. Его доклад звучит так. Брестский мир. Отказ от революционной войны как путь к мировой революции. И третий доклад должен был озвучить, подготовил полторак Сергей Николаевич, издатель, доктор исторических наук, профессор. Брест-Литовский мирный договор. Зарубежные источники. Ну, так как в самый последний момент Сергей Николаевич извинился, сообщил, что он не сможет прибыть по причине болезни, поэтому у нас два докладчика, два противоположных мнения, и я думаю, что мы откроем наше заседание докладом Большакова Вадима Петровича, ну а дальше в полемике будет уже выступать Артем Иванович. Значит, я хочу напомнить те условия, тот регламент, который мы вырабатывали на прошлом заседании, они таковы, что если два докладчика, то предоставляется по 30 минут. Дальше у нас следует выступление. Ну, я думаю, что мы вообще планировали 5 минут, но в связи с тем, что у нас народу не так много, я думаю, мы дадим возможность по 7 минут, вполне достаточно, да, по 7 минут каждому предоставить для выступления. По крайней мере, для первого выступления. Вот. Вопросы. Вот, значит, как задавать вопросы. У нас на рассылке и в группе ВКонтакте, значит, мы обращались с предложением, чтобы каждый по электронной почте, потому что все эти доклады были разосланы заранее, чтобы каждый смог сам обратиться к докладчику. И я думаю, наверное, какие-то вопросы они уже, значит, эти вопросы уже как-то классифицировали, подготовили ответ. Для того, чтобы, я предлагаю, для того, чтобы докладчики лучше могли подготовиться к вопросам, которые возникнут сейчас в зале, все-таки постараться эти вопросы задать в письменном виде. Ну, потому что, когда человек задает устно, то докладчику весьма тяжело бывает. Доклады, часто вопросы идут, значит, очень сложные, двойные, их много и порой не успеваешь записать, чем просто продумать ответ. Поэтому я прошу вас записать в письменном виде, передать сюда, значит, или Вадиму Большакову, или же Артему Кирпичонку эти, значит, вопросы. Какие есть ко мне вопросы? Все, все согласны, да? Я думаю, что... То есть, собственно, нельзя задавать вопросы? Нет, почему? Нет, если уж вы очень хотите, конечно, ну, конечно же. Ну, просто письменный удобный вариант. Не так много. Письменный вопрос, он удобен. Для осмысления, для подготовки ответа. Ну, тогда мы начнем наше заседание. Итак, слово предоставляется Вадим Большакову. Добрый вечер. Рад вас приветствовать здесь, в гостеприимном доме Клеханова. И моя тема «Брестский метод предательства рабочего класса». Я прекрасно понимаю, что она звучит очень провокационно, но, тем не менее, я ставил задачи не обличать, не приглаждать к столбу Ленина и большевиков, а разобрать это, в том числе, с позицией, собственно, самих же революционеров, с точки зрения революционного права сознания, как они оценивали, могли бы оценивать такие события, вот, исходя из их собственной внутренней логики. Ну, и плюс к тому, разобрать также ситуацию и те события, в которых происходило все это, на фоне которых происходило, значит, заключение Брестского мира и последствия, которые это повлекло для страны, даже не это самое главное, а именно для рабочего класса, потому что именно он был объявлен напорой советской власти. Вот как в этой логике. Я хочу сразу, кстати, предупредить вас, я не профессиональный историк, поэтому я сразу авансом принимаю все упреки вне профессиональности, вне компетентности и так далее. Я буду рад, если услышу от вас поправки, уточнения, замечания и справедливую критику. За это я вас заранее благодарю. Содержание моего доклада, значит, вот основные четыре части. Последствия Брестского мира. Первая. Вторая. Рабочий класс и его отношения к Бресту, к Брестскому миру, то бишь, борьба рабочих против Бреста и советской власти, третий пункт. И четвертый. Почему предательство и еще предательство кого? Тоже добавят, конечно. Я в разной степени, с разной подробностью буду в каждом из этих пунктов останавливаться, потому что для цели моего доклада и мне самому кажется, что они имеют разный вес, скажем так. Очень быстро ситуация на фронте, как она выглядела в январе 1918 года, имелось по крайней мере семь боеспособных единиц на русском фронте, вплоть до уровня фронтовых единиц, то есть румынская армия, в частности, которые были боеспособны, боеспособность которых не прекратилась с заключением Брестского мира, и они сохранялись как боевые единицы и сражались, помимо и без большевиков с немцами. Значит, в общей сложности вот эти, я очень быстро перечислю, армянские и грузинские корпуса на турецком фронте, румынская армия на южном фронте, чехословацкий корпус на Украине, польский корпус в Белоруссии, латышские стрелки в Прибалтике и в Белоруссии, и, наконец, Балтийский флот в Балтийском море. Все вместе они насчитывали где-то 400-450 тысяч человек в общей сложности. Помимо того, в феврале, когда началось немецкое наступление, советская власть успела сформировать свыше, не только сформировать, но и отправить на фронты свыше 100 тысяч человек, да, прошу прощения, красноармейцы, революционных матросов, солдат, красноармейцы, рабочих. То есть в общей сложности больше полумиллиона это дает. По каждому из этих пунктов можно разбираться подробно, но меня сейчас интересует другое. Все они были готовы и доказали на деле, что могут сражаться против центральных держав, то есть в Германии, Австралии, в Турции, и нужна была только политическая воля для того, чтобы их усилить, помочь им. Может быть, даже параллельно с демобилизуемой армией с разваливающейся. Почему нет? Но такой политической воли не было. И был заключен Брестский мир, который, собственно, каковы его последствия основные? Для России потеря больше, чем миллиона километров. Ну, хорошо. Треть населения, это 50 миллионов человек. Половина всех промышленных предприятий, две трети рабочего класса, на которых работало. То есть две трети всех рабочих, которые участвовали в революции 17-го года, попали теперь под оккупацию, благодаря Брестскому миру. Три четверти железной руды находилось на оккупированных территориях и 90% залежей каменного дугля. Но это не просто была потеря России, этих территорий и ресурсов. Это все попало странам центральных держав. Четверного блока. Это их, конечно же, усилило. И они тут же началось наступление на Западном фронте, практически через, меньше чем через три недели после подписания этого мира. И за пару дней до ратификации немцами, немцы начали наступление во Франции, перебросив туда с Восточного фронта полмиллиона солдат. Они ослабили, резко ослабили сырьевой и продовольственный кризис, который был тогда в Германии, Австрии и Англии. И смогли на 4-5 месяцев продолжить активность на Западном, Южном и Итальянском фронтах. Собственно, а на это до Брестского мира у них не было сил, только что говорят. Тут они эти силы получили. Таким образом, мировая война с новой силой была продолжена. И сторона, которая все равно потерпела поражение, она получила гигантскую поддержку, подкрепление для своих армий и своей экономики. Дальше. Но мировая война распространилась на всю Россию. Мы-то привыкли все время изолированно смотреть, что вот гражданская война против советской власти, вот там злодеи Антанта, вот там те восстали, те мятежники. Подождите. Все силы, все основные участники этой гражданской войны так или иначе позиционировали себя по отношению к Брестскому миру. Почти все противники большевиков, крупных противников, я там монархистов, мелочи всякую не беру, за исключением Донской области, которая оказалась частично оккупирована немцами и Грузинской демократической республики, которая точно так же была под угрозой турецкой оккупации и спасаясь стала протекторатом Германии, все противники остальные большевиков разрывали Брестский мир. Это все водораздел проходил именно по линии за Брест или против Бреста. Именно поэтому нет никаких оснований рассматривать гражданскую войну изолированно от мировой. Далее. Демобилизация промышленности в России произошла в результате этого мира. Что это такое? Это массовое закрытие военных предприятий или радикальное сокращение производства, нацеленного на войну, то есть военной продукции. Это привело к сокращению рабочего класса в России занятых рабочих почти в два раза, а в Петрограде в три с лишним раза. То есть количество безработных превысило в Петрограде, например, количество занятых рабочих. И надо сказать, что никогда ни до, ни после не было в Петрограде такого, чтобы за несколько месяцев такие огромные массы людей были выброшены на улицы, и рабочий класс получил бы такой тяжелейший удар. Это сопровождалось также катастрофическим падением уровня жизни рабочего класса. Ну и здесь можно сказать, что по сравнению с предвоенным, значит, реальный заработок рабочего составлял 16,6%, по сравнению с 17-м годом меньше, чем 20%. Теперь, значит, ну вот мы заговорили о рабочих. Давайте посмотрим, тоже так очень приближенно, это все можно уточнять дальше. Как, собственно, Ленин видел, кого видел он опорой советской власти, диктатуры пролетариата, какой именно класс и какую часть класса. Вот я привел здесь только три цитаты, их, конечно, гораздо больше. Значит, первая из статьи Великий Почин 19-го года, диктатура пролетариата означает вот что. Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капиталов в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы в деле созидания нового социалистического общественного строя. Итак, городские, фабрично-заводские промышленные рабочие. В письме к товарищу о наших организационных задачах Ленин писал, что главная сила движения, имеется в виду революционное социал-демократическое движение в организованности рабочих на крупных заводах. И в конце цитаты он делает вот, каждый завод должен быть нашей крепостью. В других местах, когда он писал исследования по стачкам, у него несколько статей, посвященные статистике забастовок в Царской России, он отмечает там, что не только крупные заводы, но еще и крупные города. Это является ядро рабочего класса. И, наконец, очень важное дополнение, которое находится тоже в статье Великий Почин, и еще в революционных статьях он это отмечал, что настоящий рабочий для него, кадровый рабочий, это тот производственный стаж, которого составляет не менее 10 лет. Вот, если посмотреть такими глазами на численность и состав изменения положения рабочих в Петрограде, на примере Петрограда я беру не всей России. Посмотрим, что получается. Значит, вот динамика численности рабочих Петроградов. 908-й год 158 тысяч. Это вот левая, самая маленькая, значит, столбик. Дальше 14-й год 242 тысячи, 17-й год 392 тысячи. То есть вот 17-й год, это 10 лет производственный стаж по сравнению с 1908-м годом, да? Вот за эти 10 лет рабочий класс в Петрограде вырос больше, чем в два раза. В два с половиной раза. Что, откуда брались эти рабочие за эти 10 лет? Не было же рабочих. Это крестьяне, это различные его побужуазные слои, это те самые ненастоящие рабочие по Ленину. Это те, то самое не ядро рабочего класса. Почему? Потому что они еще не привязаны к заводу полностью. Ленин об этом писал. Потому что для них заводский заработок является еще не единственным или не самым главным источником дохода. И Ленин об этом тоже писал. И у них не сформировалась чисто пролетарская психология с привычкой к коллективному протесту, к коллективному действию. И Ленин тоже об этом писал. Что же произошло с ядром рабочего? Да, в 18-й год это был последний бралый столбик. Здесь он на самом деле самый маленький, 114 тысяч человек. Это осенью 18-го года, вот то, что осталось от рабочего класса. Осенью 17-го 392 тысячи, осенью 18-го 114 тысячи. Значит, это цикл из истории рабочих Ленинграда, двухтормик 72-го года издания. Какие изменения произошли в составе и настроениях фабрично-заводских рабочих в Петрограде? Я буду использовать вот это сокращение. Фабрично-заводские рабочие, я имею в виду здесь именно то самое ленинское ядро, о котором он писал. Значит, в годы мировой войны мы наблюдаем огромный рост промышленности, падение доли ленинских вот этих фабрично-заводских рабочих, естественно, и утопление их в мелкобуржуазных слоях, что тоже совершенно очевидно и доказывается статистикой. Какие мы видим параллельные процессы? Это революционизирование петроградских рабочих, а в 17-м году их большевизация и требования мира. Прекращение войны. Конечно, мелкобуржуазное наполнение. Что происходит в 18-м году? Массовое сокращение производства в разы, массовая безработица, реальная зарплата падает 4,5 раза и восстановление доли ленинского вот этого ядра с 16 до 50%. То есть опытные рабочие со стажем не менее 10 лет, это половина всего, это чрезвычайно высокая степень. Значит, что я здесь должен сказать. Дело в том, что вот эти массовые сокращения администрация предприятий, и это совпадало с экономической политикой советской власти, проводила осознанно, увольняя чернорабочих, тех, кто имеет дополнительные доходы, то есть там, ну там, из семьи торговцев увольняем, молодой человек, еще и родители могут кормить, увольняем, из деревни, езжай в деревню кормить, и оставали, специально они оставляли самых опытных, самых привязанных к заводам, профессиональных рабочих, кадровых рабочих. Вот в конце 18-го, в начале 19-го года в Питере было проведено обследование, был очень серьезный коллектив статистиков, которые занимались рабочим вопросом под руководством Семилина, будущего академика, а тогда меньше века. Значит, они провели очередное исследование металлистов, текстильщиков, табачников и выяснили их средний стаж, вот этих оставшихся рабочих. Так вот представьте себе, средний стаж металлистов 16,5 лет. Это средний стаж. Средний стаж текстильщиков 17 лет. То есть, получается, что основная их масса это то самое ленинское ядро. Табачники около 7 лет. Да, гораздо меньше, но вот привожу. Значит, в феврале 19-го года состоялась конференция фабрично-заводских комитетов Союза рабочих металлистов Петрограда. И, собственно, вот одна из цитат доклада отчетного. «Все имевшие возможность уехать из Питера в деревню, имеется в виду безработные рабочие, уже уехали. В Петрограде остался истинный пролетариат». Вот это важно понимать, что не только эти процессы прошли, и, собственно, нет особой сложности доказывать их содержание, этих процессов с рабочими. Но важно понимать еще и то, что те, что современники это понимали, и большевики это понимали. Так вот, эти процессы, которые произошли в 18-м году, а буквально катастрофического совершенно характера для рабочего класса, сопровождались ростом оборонческих настроений и антибольшевистского протеста. Итак, в 17-м году полное заливание мелкобуржуазными массами рабочего класса и большевизация и требования мира. В 18-м году обратные процессы, оборонческие антибольшевистские процессы. Теперь, как же мы можем… Давайте посмотрим, собственно, в начале 18-го года рабочие, которые были организованы в разные партии организации, значит, имели профессиональные, как они относились к БСК-му миру. Это мое собственное исследование, я здесь сделал из разных источников, значит, сводные всякие, единицы. Если нужно будет, эти источники я буду вам называть конкретно. Значит, профсоюзы. 40% всех членов профсоюзов, я только рабочие профсоюзы взял, которые нас интересуют, фабрично-заводские рабочие и крупнейшие профорганизации, то есть Петроградский совет профсоюзов, крупнейший в стране, Украинский съезд профсоюзов, выступили против Бреста. 40%. Я вам скажу, что это те самые 40% численности 17-го года. То есть это члены профсоюзов, большинство которых по-прежнему, даже безработными люди, они оставались в профсоюзах. Поэтому, если мы очистим от безработных, например, вот эту составляющую, то она окажется не 40%, а 80%. Но это моя оценка. Рабочая кооперация. Существовал уже Всероссийский совет рабочих коопераций, они провели съезд, на котором приняли почти единогласно протест против Брестского мира. Советы рабочих депутатов. В феврале-марте 18-го года в советских газетах проводилось, значит, в ЦИК проводил опрос, в ЦИК это Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих Салатских Депутатов. Он проводил опрос по отношению сабдепов к Брестскому миру или к революционной войне, к революционному оборудованию. Оказалось, что большинство сабдепов, особенно в губернских центрах, имеется в виду городские советы, городские, России, оказалось против Брестского мира. Партия левых эсеров, ну это общеизвестно, они вообще в подавляющем большинстве выступали против Брестского мира. Почему я их здесь использовал? Традиционно считается, что это крестьянская партия. Извините, в Петрограде петроградская организация левых эсеров, в ней насчитывалось 40 тысяч рабочих. Для сравнения, в то же время, в октябре 2017 года, в Петрограде, у большевиков было 45 тысяч рабочих. То есть, они очень, ну, сопоставили. Наконец, большевики. 60% всех партийных организаций, включая крупнейшие из них, а также высшие органы, то есть центральный комитет в первую очередь, были в большинстве своем, были против Брестского мира. Начиная от центрального комитета, дальше Московское областное бюро, которое объединяло 14 центральных губерний, дальше Петроградский комитет, Петербургский тогда он назывался, Уральская конференция партийная четвертая, Поволжские все губернские центры выступали против Брестского мира, дальше Донецкая Криворожская республика, большевики ее выступили тоже против, и Харковская партийная организация, одна из двух крупнейших на Украине, как и Екатерина Славская. 60% это мой подсчет по тем цифрам, которые приведены в двух энциклопедиях, Гражданская война и военная интервенция Советской России 83-го года, зеленый тон такой здоровый, и Великая Октябрьская статистическая революция 87-го года, то есть это советские издания, тоже красный такой большой тон. Значит, общая динамика заключалась в следующем, повсеместный рост антибрестовских настроений. Вот во всех организациях, которые так или иначе были связаны с рабочим классом. При этом вот такая маленькая иллюстрация, как Ленин относился к формальному большинству такому. Вот его цитата из статьи «Большевики должны взять власть». Это относилось к вопросу о Октябрьском перевороте. Он писал, что ждать «формального» для него. Большинство у большевиков наивно, ни одна революция этого не ждет. Он, конечно, поступал как революционер. Ему эти буржуазные формальности были не нужны. Теперь посмотрим, как же они протестовали-то, рабочие. Вот они позицию свою выявили. Они против Бреста. Но мир был заключен. Как мы можем, собственно, посмотреть отношение рабочих к советской власти, к ее внутренней и внешней политике, которая вся завязана на Бресте. После марта 1918 года она вся была завязана и вытекала из последствий этого Брестского мира. Вот я взял, значит, есть такой справочник «Наемный групп в России и на Западе» в 1925 годах. Издание 1926 года. В первой части там все посвящено России. Один из очень немногих источников, где официально приводится кое-какая статистика по забастовочному движению в раннем СССР. Значит, в 1918 год с октября по декабрь там отмечено по Петроградской губернии 16200 забастовщиков. Должен сказать, там это отмечено как целый год. Но я разбирался в этой теме достаточно давно. И я знаю прекрасно, что статистическая отчетность по забастовочному движению начали в Петрограде собирать раньше, чем в других местностях. Там вот в этом справочнике дано только по Питеру и по Твери. Значит, больше ничего нет. С 1 октября 1918 года. То есть только тогда начали собирать. Здесь они привели это за весь год, но я прекрасно знаю, что это только три последних месяца. Я сравнил там, где есть хорошая статистика по другим годам. Это 22, 23, 24 год. Это общероссийские цифры по забастовкам за эти последние три года. И у меня есть за эти три года общие цифры забастовщиков. За год. Что получается? Что в эти три последних месяца от 9 до 12 процентов всех забастовщиков приходится от общего годового баланса. Если мы этот общего годовой баланс перенесем на 2018 год, посмотрим, как же можно оценить, сколько всего в том году бастовало рабочих Петроградов. Значит, от 135 до 180 тысяч человек. Я напоминаю вам, что в 2018 году численность рабочих упала до 114 тысяч человек. То есть получается, что расчетная доля бастующих рабочих Петрограда к общему числу рабочих в 2018 году колеблется от 120 до 160 процентов. Насколько этим цифрам, вот этому выводу, этой оценке можно доверять? Я вам скажу, например, что 2 июля 2018 года в Петрограде и в ряде других городов состоялась всеобщая политическая стачка протестов. Ее требование было уходиться в наркомы от власти, разрыв Брестского мира и так далее, и так далее, восстанавливающего собрания и так далее. В ней участвовало до 40 тысяч человек. Это в одной забастовке в одном городе, Петрограде. На мой взгляд, итоговым цифрам вот этим вполне можно доверять. Ой, прошу прощения. Значит, ну там было экономическое. В основном это экономические забастовки. Что касается крупных выступлений, то они носили политический характер. И вот здесь я привожу таблицу, карту единственную. Я ее сам составил. Зелеными кружочками видны центры движения рабочих уполномоченных. То есть, значит, были антисоветские и внепартийные такие организации у рабочих, которые также не были связаны с советами рабочих депутатов. Они называли чрезвычайные собрания уполномоченных от фабрики заводов или рабочие конференции, постоянно действующие. Вот это города, на которые распространяется деятельность этих самых движений уполномоченных. Причем видно, что вот граница вот эта красная линия, да, это минимальное, максимальное продвижение не большевистских различных сил в 18-м году. И некоторые вот эти зеленые кружочки, они выпадают за советскую зону. Но возникли эти рабочие конференции в советский период там. И некоторые из них даже при немцах и при белых продолжали действовать. Точнее, не при белых, а при народной армии. Это был, пожалуйста, размах политического антисоветского движения самостоятельного рабочих, которые имели свою политическую программу, и одним из требований которых являлся обязательный разрыв Брестского мира. Вот пример по рабочим металлистам. А Ленин как раз говорил тоже неоднократно, что именно металлисты – это авангард рабочего класса. Именно они являются опорой советской власти. И крупнейшие заводы в крупных городах. А вот я взял 20 заводов, число рабочих вот здесь справа, с самого правого дата оценки, здесь численность на заводах на некоторых есть полторы тысячи, две тысячи человек, но на большинстве от пяти и выше до тридцати тысяч человек на каждом заводе. Здесь столбик средний, где крестики стоят, это вот участие в политическом антисоветском рабочем движении. Но помимо этого, я просто пробегусь по этим заводам, что на них было кроме этого. Брянский завод в Бежице – 17 тысяч рабочих, многочисленные забастовки. Воткинский завод – 6 тысяч рабочих. Ижевско-Воткинское рабочее восстание. Златоустовский завод – 18 тысяч 800 рабочих. Массовые забастовки политические после разгона Совета рабочих депутатов, а также восстание 27 июля 2018 года, которое в советской историографии что называется «златоустовская катастрофа». Ижевский завод – почти 27 тысяч рабочих, восстание. Ижевский завод – 8 тысяч. У нас здесь, под Питером, политические забастовки и беспорядки. Коломенский завод – политические забастовки – 18 тысяч рабочих. Ирский завод – 1500 рабочих, Урал – восстание. Невский судостроительный завод, 6 тысяч рабочих, политические забастовки. Невьянский завод, Урал, 4 тысячи рабочих, восстание. Обуховский завод, Петроград, повстанческие настроения, они готовили восстание, у нас здесь в Питере, 11 тысяч рабочих. Массовые политические забастовки и один из первых в Советской России локаут, то есть массовых увольнений рабочих, когда их выбросили просто, и в течение двух недель осуществляли новый набор рабочих в надежде, что это будет не антисоветский состав. Но большевики просчитались. Путиловский завод, Путиловский завод, фортпост революции, что это такое? С декабря месяца 17-го года частичные заводы в цехах, с мая месяца политические частичные забастовки в цехах, участие в забастовке во всеобщей политической стачке протестов 2 июля, создание единой рабочей партии, отдельной от большевиков и от меньшевиков, по главе с Глебом и Путиловским, которая имела двух депутатов в Петросовете. Дальше, забастовка в августе экономическая. И, наконец, в марте 19-го, чуть выхожу за рамки, но просто нельзя это не сказать. Путиловский завод стал ядром массовой политической забастовки антибольшевистской в марте 19-го года. Есть статья, которая дает подробный статистический анализ заводов, которые участвовали в этой забастовке и хронологии. Она опубликована еще в 2019 году в одном из статистических сборников, изданных в Петрограде, завторством Яковлевым. Не знаю, как имя, К. Яковлевым. Саманский трубочный завод, политические забастовки. Савкинский завод Урал, Восстание. Ситровецкий завод, политические забастовки и беспорядки. Семеншукер завод в Петрограде, политические забастовки. Сомовский завод под Нижним Новгородом, 20 тысяч рабочих. Политические забастовки. В июле месяца делегация в Самару-Канучу с просьбой о скорейшем занятии освобождения от большевиков Нижнего Новгорода. И это можно было бы сказать, что какая-то группа рабочих пришла. Но дело в том, что рабочие Нижнего Новгорода и в первую очередь Сомовского завода были мобилизованы осенью 2018 года. Из них была создана 10-я Нижегородская стрелковая дивизия. Рабочим обещали, что их семьи будут обеспечены продовольствием и отправили на фронт против Краснова. Когда рабочие выяснили, что они обмануты в массовом порядке, дивизия вместе со знаменами, вместе с обвозом, вместе с орудиями перешла на сторону Краснова. Об этом написано в донесении главного Красной армии Бацетиса в декабре 2018 года. 10 тысяч человек. Тульские оружейные и тульские патронные заводы. В общей сложности 45 тысяч рабочих. Постоянная политическая оппозиция. Советская власть там обманом была установлена в декабре 2017 года в облике настроению всей секции, всего Совета рабочих депутатов за счет солдатского большинства. И постоянные политические забастовки. Харьковский паровозостроительный завод. Рабочая конференция. Постоянные политические забастовки. В 19-м году в июне антибольшевистское восстание с разгромом ЧК. Это тоже вышло немножко заранее. Это я вам к тому, как же себя на самом деле ввел авангард рабочего класса в тот самый авангард, который Ленин считал своей оборой. Ну и последняя иллюстрация. Тоже моя карта. По тем данным, что есть у меня. Рабочее движение на Урале в Пикамье в 18-м году. В зеленом. Отмечены забастовки. Часть из них политические, а часть нет. А красное, но самое интересное, пламя, почти окружность, это антисоветские восстания вооруженные. Именно рабочие. Я отмечал здесь только рабочие. Главный вывод мой. Мы видим массовое сопротивление рабочего класса России в политике Совнаркома во главе с Лениным. Причем это проявлялось во всем спектрой деятельности. От забастовки, экономической забастовки тоже, до политической организации с програмными целями, рабочей конференции и ее полномоченной. И до вооруженного восстания с целью свержения власти. Полный набор. В движении участвовало большинство тех самых ленинских фабрично-заводских рабочих, которых он считал опорой советской власти и диктатуры пролетариата. Кадровых рабочих крупных предприятий и городов. Дальше самое интересное. Почему предательство? Ну чего я вот прицепился? Это не научно. Ну не научно же. Ну кто-то говорит. Значит есть статья Морозова и Морозовой на сайте социалисты и анархисты после октября 17-го года. Есть такой сайт у мемориала, как я понимаю. Статья называется «Границы и трактовки предательства в российской революционной субкультуре». Очень вам рекомендую. Очень интересная статья. И я очень рад, что специалисты начали наконец действительно заниматься различными аспектами революционного правосознания. Было такое. Революционная законность. Все, наверное, слышали. Все интересуемся историей. И вот революционное правосознание. И, собственно, в этой статье масса интересных... Спасибо, я заканчиваю уже скоро. Осталось... Значит там есть несколько интересных очень эпизодов. И, в частности, самый любопытный это процесс, судебный процесс над Центральным комитетом партии СРФ 22-го года, где большевики пытаются обвинить СРФ... Это главная политическая задача была этого процесса. Обвинить их в предательстве, революции, рабочего класса и крестьянства. А подсудимые СРФ обвиняют большевиков в провокации, а также свидетелей от партии СРФ бывших, которые там, чекисты, были выставлены в виде обвинительных, их обвиняют в предательстве. То есть вот эта тема верности и предательства, идеалу, социализму, революции, рабочему классу и так далее, она была необычайно актуальна для революционной среды. И, естественно, что большевики также были, естественно, озабочены. Вот я тут за последние месяцы, там, октябрь 17-го, начало 18-го года, Артем пишет статью «Лугуны и предатели». Это не полное название, но, значит, присутствует. Зиногев рассказывает об СРФ, которые тоже как предстоят оборонцы. Сталин говорит о штрейкбрейхерах революции и ее организации. Говорит о переговорах Украинской Рады, брестских переговорах, как изменнических переговорах. Троцкий тоже говорит об изменнической политике. Сам Ленин в тезисах, посвященных тезисам заключения анаксионистского брестского мира, в которых он объяснял, почему надо все-таки его заключить, он там обсуждал этот вопрос, он говорил, мы не предатели, мы не признаем предательство. Но в некоторых местах он все-таки иногда проговаривает. И вот в речи своем в ЦК, в 8 января 18-го года, он, в частности, говорит, подписывая мир, мы, конечно, предаем самоопределившуюся Польшу, но мы сохраняем социалистическую истлянскую республику. То есть факт. Самоопределившийся Польша, буржуазное правительство, но факт предательства он признает. То что же сказать про социалистическую истляндию, которую он предал двумя месяцами позже, которую он отдал немцам? Что сказать про Финляндию, социалистическую, которую он точно так же отдал немцам? Про Украину и так далее. Кстати, по этот же разговор, у Троцкого в его работе о Ленине есть такая цитата. Очень будет жаль пожертвовать социалистической Эстонии, но уж придется, пожалуй, ради доброго мира пойти на этот компромисс. Хотя Троцкий как предатель может быть врёт. Ну и, наконец, предательство кого и чего. Я делаю рабочий вывод из своего небольшого исследования и из своего доклада. Во-первых, я подозреваю, что это было предательство Рорбецкий Мин. Заключение его с Наркомом было предательством рабочего класса Советской России. Почему? Потому что это было нарушение его явно выраженной воли и подавление его протестов. Почему предательство рабочего класса Советских Республик? Донбасс, Закавказье, Таврида, Украина, Финляндия? Потому что они были брошены в одиночестве в их борьбе и были разгромлены центральными державами. Почему это было предательство рабочего класса Антанты и центральных держав? Потому что одной из сторон воюющих были переданы гигантские ресурсы, и именно это продлило мировую войну, и именно это повлекло сотни тысяч новых жертв. И последнее. Почему это было предательство теоретических установок большевистской партии? Потому что это была власть борьба против того самого класса, от чего имени большевистская партия пришла к власть. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. Теперь я прошу второго докладчика. Вопросы? Я не могу. Нет, ну... Хорошо. Тогда. Итак, добрый вечер. Тема моего ободоклада называется «Брестский мир. Отказ от революционной войны. Как путь к мировой революции». Итак, «Брестский мир» — это важный эпизод в отечественной и всемирной истории. Этот договор завершил Первую мировую войну на Восточном фронте, стал важным этапом в международном признании советской власти и поставил точку в раскладе Российской империи. Но в данном сообщении я хотел бы проанализировать Брестский мир прежде всего как тактический маневр управления наибольшиняков в контексте всемирного революционного процесса. К моменту заключения Брестского мира на начало 1918 года российская армия полностью утратила свою боеспособность. Уже в первой половине 1917 года, то есть в то время, когда власти находилось Временное правительство, число дезертировав из рядов российской армии выросло от 6346 человек в месяц до 46864 человек в месяц. Это на июль 1917 года. Общее же число дезертиров в 1917 году превысило численность 1 миллион 560 человек. Во время летнего наступления 1917 года, а также в ходе позднейших боевых действий при Балтике осенью 1719 года, неоднократно объявили место в случае отказа солдат выходить на позицию или участвовать в наступательных операциях. Российская армия утратила возможность успешного проведения как оборонительных, так и наступательных боевых действий. Это очень наглядно показало право июльского наступления 1917 года. Разгром русских войск под Рей-Ригой в сентябре 1917 года и успешный десант немцев на Мангутские архипелаги. Также это продемонстрировали неудачные попытки остановить продвижение германских войск в феврале 1918 года уже советским правительством. Немецкий начальник штаба главнокумандующего Восточного фронта Масгофан писал в достаточно известной цитате «Мне еще не доводилось видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горскую пехоту с пулеметами и одной пушкой и едешь до тлеущей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков, сажаешь на поезд еще солдат и едешь дальше». Утрата армии боеспособности была очевидна не только большевикам, но уже и временным правительствам. Так военный министр Александр Верховенский сообщал Александру Хридовичу Керенскому о невозможности дальнейшего сопротивления и необходимости начала переговоры со вторым рейхом. Керенский уведомил об этом союзникам по Антанте еще 21 октября 1917 года, что, естественно, вызвало их крайне негативную реакцию. Еще раньше, летом 1917 года, началась эвакуация Петрограда. То есть вот эта вот идея переезда столицы из Петрограда в Москву и дальнейшая эвакуация появилась еще во времена временного правительства, и побочным следствием этого стало освобождение здания Смольного института. Институт благородных девиц был эвакуирован на юг, а освободившееся помещение у нас заняло Петроградский совет. Надо сказать, что декларации различных политических партий и организаций о поддержке войны как оборонительной или революционной часто имели декларативное значение, но не отражали реальные настроения рабочих и массы крестьян, которые не желали идти в Москву. Как писал американский историк Александр Рабинович между 23 и 26 февраля 1918 года, мобилизация рабочих под лозунком «Социалистическое отечество в опасности» в Петрограде дало только 10 320 добровольцев. Несмотря на то, что местные лидеры большевиков, не говоря уже об их политических партнерах и противникам, активно поддерживали идею революционной войны. То есть при резолюции в поддержку революционной войны принимались, но сами люди на фронт отправляться естественно не хотели. Добавим еще, что с 1914 года среди масс глубоко коррелилось представление о непобедимости немецких войск и бесполезности сопровождению германскому мать. Российские войска неоднократно побеждали и силы Османской империи, и австро-бенгров, но сражения с кайзерскими войсками они почти всегда проигрывали. Любопытно, что этот миф о непобедимости немцам благополучно просуществовал, так скажем, в Скалинградской битве до 1943 года, когда происходят переулки. Затем левые большевики, эсеры и сторонники концепции революционной войны полагали, что германское вторжение мобилизует народные массы и приведет по авторению вольни, то есть как вот в 1792 году, во время Великой Французской революции, французы остановили на натисках в русах. Подобные иллюзии существовали еще с февраля 1917 года, но каждый раз они разбивались о печальной действительности. На начало 1918 года новая революционная армия, будущая РККА, была еще только в процессе формирования. И следует отметить, что по своим боевым качествам она сильно уступала не только лучшей на тот момент Кайзинской армии, но и даже офицерским отрядам контрреволюционеров, что хорошо показал и ледяной поход Корнилова, и скоронтечная гражданская война. Брянский мир как вынужденная мера. Немедленное принятие шагов для заключения мира был одним из важных пунктов политической программы большевиков. Он принес им популярность в массах рабочих и солдат. И этот пункт был тесно связан с другим обещанием большевиков, это земельная реформа. Большевики, как и другие партии, понимали, что после ее начала крестьяне-солдаты немедленно станут покидать фронт и вернуться в деревню для пределы землики. И именно из-за этого временное правительство постоянно отодвигало вопрос о земле и в долгие ящики, что в конечном итоге стоило поддержку массы. Большевики, как мы знаем, от своих обещаний отказываться не стали и одновременно провели и декрет о земле, и декрет о мире. Затем, еще до заключения Брестского мира, большевики обратились к правительствам воюющих стран, в соответствии со своими обещаниями, с призывом немедленно в заключение всеобъемлющего демократического мира. Но этого, на самом деле, естественно, не хотели ни центральные державы, ни так называемые демократические державы Антампы. Для диалога, любого диалога, в том числе и политического, требуются две стороны. И именно Антампы от переговоров с большевиками отказал. Нота Кроцкого от 9 ноября 1917 года с призывом начала немедленно в мирных переговорах была проигнорирована. И глава военной миссии Франции генерал Аберт Ло передал в русскую ставку сообщение, что Франция не признает Совет народных комиссаров, как законно правительства России. И выражал уверенность в том, что русское верховное командование удержит русскую атомную на позиции против русского врага. То есть руководство Антампы заявило, что готово сотрудничать с отставкой русских войск, но не советом народных комиссаров, которых заседал в Китарограде. Данная позиция была также подтверждена и на межсоюзнической конференции в Париже 16 ноября 1917 года. И в тот же самый день, то есть 16 ноября 1917 года, Вена и Париж, Вена и Берлин, простите, заявили, что советские условия могут служить стартом для начала переговоров. То есть Германия и Австралиния все-таки находились в достаточно тяжелом экономическом, военно-политичном половине и они согласились на начало переговоров с Большими Ками, даже на условиях, которые декларировал Леонидович Тороцкий. Надо сказать, что большевики до самой денонсации Брестского мира не исключали возможность использования помощи Антанты для сопротивления Германии и ее союзников. При этом неоднократно принимались попытки противооставить силы Англии из США на севере, например, по движению финно-германских войск на территории Пинляндии из Кореи. Также с самого начала переговоров еще в ноябре 1917 года Альфред Йоффе, глава советской мирной делегации, на переговор в Бресте заявил, что никакие германские войска не могут быть переброшены с Восточного фронта на другие фронты. Они даже не могут быть отведены для отдыха на специально подготовленные для этого квартиры и казармы. И, как отмечал британский историк Улит Беммит, глава немецкой делегации Махас Гоффман охотно принял эти требования. Почему? Потому что уже основная масса немецких сил, которые были необходимы для выступления на Западе, были уже переброшены на Западный фронт еще до начала этих переговоров. Окончательное понимание необходимости заключения соглашений пришло к Ленину, это, конечно, ключевая фигура большевистской партии после получения опросных листов с фронтов в декабре 1917 года, где военное командование и руководство солдатских советов на местах сошлись во мнении, что армия не способна остановить немецкое наступление, и это подтвердили события в феврале 1918 года, когда под натиском самых незначительных германских сил русский фронт рухнул. Что дал Брестский мир советской власти и советской России? Прежде всего, Брестский мир снял угрозу немецкой интервенции, которая была первоочередной опасностью. А в то же время у Брестского мира был и, так скажем, негативная сторона, то есть за все приходится платить, это стал кризис и дальнейший разрыв отношений с Санкт-Петербургой, что привело к обрастению гражданской войны России. Это, прежде всего, обрастание Чернословацкого корпуса, с которой началась активная фраза гражданской войны и интервенция, опираясь уже на которую начали возникать белые правительства как на севере, так и на юге России. Но силой и возможностью Антанты на территории России было гораздо меньше, чем у центральных держав, которые держали нам 1918 год на территории бывшей Российской империи многомиллионную армию. Антанты могла только отправить ограниченные экспедиционные силы. К тому же основная волна вторжения западных союзников началась уже после окончания мировой войны и сопровождалась нежеланием союзнических солдат участвовать в авантюре на территории России после формального окончания воевых действий в Европе. Ну а во всем мире началась акция солидарности по девизам «Руки прочь от Советской России». Таким образом, Большевики, заключив Брестский мир, получили возможность лишать парады Лебы по мере их поступления. Затем мирный договор сохранил под контролем Большевиков важнейшие индустриальные районы северо-запада России, прежде всего Петроград. Я хотел бы напомнить, что русская революция – это прежде всего Петроградская революция. То есть Петроград в 1917 году играл роль Парижа в 1789-1793 году. И значительная часть рабочих Петрограда активно поддерживали большевиков, как и активная часть патросов аутийского флота, которые также базировались в Кронштадте и в окрестностях Петрограда. Также следует добавить, что столица была важнейшим индустриальным центром России, то есть до Великой Отечественной войны Петроград и затем Ленинград являются крупнейшим индустриальным центром Советского Союза и многие производства находились только здесь и в каких-то других местах. Именно контроль над Петроградом и контроль над северо-западным в целом обеспечил большевикам победу в гражданском городе. Это был фактически важный регион. В то время, как контроль над сельскохозяйственными регионами, подобно Украине или Кубани, которые приходили из рук в руки, не давали значительного преимущества каким-нибудь оккупированным рейдом. В 1918 году зимой угроз как раз немецкое нависло прежде всего над Петроградом. Затем Брестский мир дал передышку для начала формирования Красной Армии, которая после 1918 года была уже способна разгромить основные очаги внутренней революции. Но в то же самое время еще раз повторю, что сил РКК еще очень долгое время не хватало для борьбы с внешней угрозой. Это еще раз показала советско-польская война, где сил Красной Армии было недостаточно для борьбы с дисциплинированными и хорошо вооруженными польскими силами. Затем также очень часто игнорируется тот факт, что период с весны до лета 1918 года активно использовался большевиками для агитации на территории Кайзерской Германии, что ускорило приближение ноябрьской революции в этой стране. Уже в ноябре 1917 года декрет о мире сбрасывался с русских самолетов над немецкими войсками. Также для немецких солдат полумиллионными тиражами выпускалась газета «Факер». Активная большевистская пропаганда шла до ноября 1918 года и именно скандал, когда на Бернинском вокзале была открыта советская дипломатическая почта с листовками, как раз истолкованная для разрыва дипломатических отношений между Кайзерской Германией и Советской Россией. Вот тот же самый улит Лерн Беннетт, которого я цитировал, пишет «Начало мирных переговоров в Брест-Литовске ознаменовал появление на международной арене нового важнейшего фактора большевистской пропаганды. Это была пропаганда той партии, которую сформулировало советское правительство. И в то же время это правительство фактически эту пропаганду поддерживает. Формально имела возможность заявить, что за деятельность партии оно ответственность нанесет. Как говорил Ленин, партия мирный договор не подписала, а советское правительство ответственность за деятельность партии не несет». И спустя 5 дней после того, как дипломатические отношения между Советской Россией и Кайзерской Германией были разорваны, происходит ноябрьская революция, Кайзеровский рейх пал и Брестский мир был денонсирован. То есть, как голосит арабская пословица, если долго ждать на берегу реки, то можно увидеть, как по ней продлывет своего врага. Большевики ждали всего лишь несколько месяцев. Ну и в заключение я хотел бы отметить, что преодоление, успешное преодоление России в Брестского мира стало результатом верного политического анализа, который провел прежде всего Владимир Ильич Ленин и с которым в итоге согласился руководством большевистских парков. В этом анализе есть два основных положения. Первое. Советская Россия была не в состоянии на тот момент продолжать войну с Кайзерской Германией и ее союзниками. Мировая это автолепио-капиталистическая система на тот момент находилась в глубокой кризисе и Ленин понимал, что ситуация будет изменена по направлению к мировой революции. Что, собственно говоря, произошло? В 1918 году начинается всемирный революционный процесс, который охватывает Германию, охватывает Венгрию, охватывает Италию, охватывает Голландию, охватывает Аргетину, Испанию, Ирландию, Китай, Египет, Японию и все многие государства. То есть мировая революция, о которой большевики говорили еще в начале 1918 году, она действительно произошла. С другой стороны, она подобной революции 1848 года не завершилась победой, но сам факт революции это никто и не отменял. Затем надо сказать, что очень многие революционные режимы не избежали соблазновения революционной войны. Здесь мы можем вспомнить и Францию, эпохи Верия Великой революции и Венгерскую Советскую Республику 1919 года, Польшу. И для большинства из этих стран революционные войны закончились военной и политической катастрофой. Советская Россия предпочла временное отступление, но год после Бреста она вернула практически контроль над во всеми утраченными территориями и стала центром революционного рабочего движения, который охватил весь мир. Ну а территории, так скажем, Эстляги, Курляги, Эстонии, Латвии и Литвы, где контрреволюция победила в 1918 году при ее поддержке немцев, они у нас были возвращены в 1940 году, и то есть контрреволюция там уже была подарена уже в Сталинске. Спасибо за внимание. Спасибо. Товарищи, приступаем к обсуждению. Кто желает выступить? Вопросы, конечно, можно задать прежде. Вопросы, наверное. Вопросы, наверное. Вопросы, наверное. Мы в прошлый раз в вашем присутствии обсуждали этот вопрос, и вы согласились тогда с тем, что вопросы будут задаваться в письменном виде. Вячеслав Викторович, ну все. У меня есть несколько вопросов письменного. Но я попросил уточнения, что можно ли устно. Да. Вы сказали, можно. Так что не отступайте от своих слов. Хорошо, давай. Вопросы. Я предлагаю начать ответственности, которые уже есть. Ну конечно. А потом... Хорошо, пожалуйста. Конечно. Так, значит, вот передо мной три вопроса, я понял, Вячеслав Викторович, автор. Так, первое. Сколько военнослужащих Германии и их союзников противостояло русским войскам перед Брестом. Имеется ввиду на всех фронтах, да? Значит, Германия. Там разные оценки от миллиона до миллиона семисот тысяч. Скорее всего, там еще миллион двести есть оценка. Видимо, это разные месяцы, то, что я встречал эти цифры. И то, что сразу после Бреста в военных действиях против России участвовало 300 тысяч человек, а к осени их осталось всего 280 тысяч. Это, в общем, говорит о том, что большая часть этих войск либо была уже переброс, я думаю, перебрасывалась на западный фронт, либо она просто была деморализована. Особенно важно сказать, что деморализована была практически вся австралинингерская армия. И они отказались от наступления на Украине, когда немцы начали свое продвижение в феврале, 17 февраля, и заняли только те территории, которые немцы уже очистили от красных. Почему? Потому что это было одним из обязательств перед бастующими рабочими в Вене и Будапеште в январе 18-го года, что они не будут воевать против Советской России. Поэтому Австрия вот пошла таким образом. Ну и наконец, если взять Турцию, Болгария вообще не участвовала против России, не было на Русском фронте. А Турция в наступление на грузинские и армянские корпуса их было 50 тысяч человек. Там почти в два раза их было больше, чем грузин и армян. И продвигались они там около трех месяцев. Значит, назовите источники антибольшевистских забастовок. Имеется в виду, откуда, собственно, взята информация. Ну, я должен сказать, что, во-первых, есть уже несколько очень хороших сборников документов. Первая, значит, там редактор Мечаев, 1998 год, называется «Питерские рабочие и диктатура пролетариата» в кавычках. Это сборник документов советского рабочего движения в Петрограде с 2017 по 2019 год. Дальше есть справочник, сборник документов, посвященный Петроградскому чрезвычайному собранию уполномоченных под редакцией профессора Цузи, японского профессора, 2006 года. Толстенная такая книжка. И, наконец, есть тоже сборник документов по рабочим уполномоченным. Это уже в масштабах России. Автор-составитель Павлов 2006 года. Если это интересно не только Вячеславу, то я сейчас озвучу выходные данные. Мне больше всего интересует... Не, ну понятно. Так, сейчас я не вижу здесь. Мне интересует именно сам корпус источников. Значит, да. Что это за документы? Во-первых, рабочие конференции и чрезвычайное собрание уполномоченных отложились тоже в документах. И в советских архивах это есть. Дальше. Профсоюзные документы тоже имеют значение. Я, например, работал с документами Паровоза Союза. Российский профсоюз Машинистов паровозных бригад, который тоже стоял на антибресте. И есть несколько, собственно, дел, посвященных работе, в том числе и его позиции политической и съездам. Значит, дальше огромный просто, и я считаю до сих пор абсолютно несправедливо, недооцененный по своей значимости, огромный корпус сведений независимой печати, которая существовала в Петрограде и Москве до июля 18-го года, до 6-го июля, когда уже в массовом порядке большевики стали закрывать подчистое. А некоторые издания, вроде газет Печатников, «Утро Петрограда», «Вечер Петрограда», они существовали до осени, до поздней осени 18-го года. И там есть независимая информация о забастовках, о рабочих протестах, текстах резолюций, съездах конференций всяких. Огромнейшая совершенно информация. Я общался с профессиональными историками, в том числе с Владимиром Юрьевичем Черняевым, который издал этот сборник по питерским протестам 17-го, 29-го года. Мы разбирали там предметные материалы, и оказывалось, что газеты часто дают информацию более качественную даже, чем документы, которые есть в архивах. Но у нас традиционно считалось, что это буржуазная печать, что это вранье и так далее. Я по опыту своих исследований, экзерсисов своих в нашей РНВ, убедился, что это абсолютно не соответствует действительности. Да, корректно ли называть движение рабочих антисоветским? Значит, конечно, если это экономические протесты, то густавать могли даже сторонники советской власти. Поэтому в этом смысле, если я употребляю, то я максимально расширяю это понятие. И с этим, конечно, можно спорить. Почему я расширяю это понятие? Я как бы логику Ленина при этом использую. Какой смысл? Если советская власть проводит определенную экономическую политику, которая не устраивает рабочих, и рабочие против этой политики протестуют, то, по сути дела, они протестуют против самой власти. И я должен сказать, что большевики многократно, это документально тоже подтверждается, использовали именно эту логику. Что же, товарищи рабочие, вы бастуете? Так это вы против советской власти бастуете? Прямо так и говорили. И, кстати, часто это даже сдерживало рабочий протест. Но даже то, что мы имеем, это за предел. Но они не вступали против Совета? Как таковы? Дело в том, что даже восставшие, ну вот, например, Кижевско-Воткинские повстанцы, они первым делом, что они сделали, это восстановили Пережние советы рабочих депутатов. С заказки восстали железнодорожники, там от 7 до 12 тысяч, опять же, очень неточные там разные цифры, на среднеазиатской железной дороге. В июле 18-го года разгромили карательную экспедицию комиссара Фролова, подняли рабочее восстание и во главе с машинистом Футиком создали свое правительство, воссоздали Советы рабочих депутатов. Почему? Дело в том, что это парадоксально, это не только в других местах, это парадоксальная ситуация. Советская власть не означает Совет рабочих депутатов. Очень многие Советы рабочих депутатов протестовали против советской власти как классовой, как антинародной диктатуры или однопартийной диктатуры. И большевики в борьбе против этих совдепов, они их уничтожали. Потасовывали выборы, не допускали перевыборов, создавали свои дутые составы Советов рабочих депутатов и, опять же, документально это подтверждается многократно, разгоняли, арестовывали, убивали лидеров. И, конечно, большевики в своем протесте, о, большевики, рабочие, они могли во имя советской власти бороться с большевиками. Вот три ваших вопроса. Есть еще вопросы, которые были заданы. А, да, вот еще. Так. Какие победы одержала Германия на Западном фронте в 18-м году? Значит, продвижение было... Это чей вопрос? Просто мне ради. Спасибо большое. Владимир Вячеславович, Дело в том, что это не очень сюда как бы относится, но я должен вам сказать, что вот начиная с 21 марта и по конец июля Германия проводила, по-моему, четыре наступления. Одно за другим на Западном фронте. Продвижение было. Да, но только летом. Вот я вам скажу, например, что по воспоминаниям одного из британских дипломатов и агентов британского правительства Моррисона, да, Германия летом 17-го года, по 18-го, по его оценке, была сильна как никогда в истории. Около 18-го, 18-го. Дело в том, что Антанта имела сил перевес. Это определилось окончательно со вступлением в войну Соединенных Штатов Америки. Тогда каждую неделю, опять я сейчас могу наврать, но порядок цифр такой, до 50 тысяч солдат прибывало новых на Западный фронт. С начала 18-го года именно обозначилась вот эта позиция. Американская? Именно Американская. Да, да. Вот. И тут, как бы, как раз одна память нашла на Западном фронте. Но если бы не было этого у центральных держав, если бы они имели еще тлеющий фронт на Востоке, и они не имели бы такого легкого доступа к ресурсам... Извините, 100 тонн золота, которое они забрали у России, они уже заплатили репарации по Грисальскому мирному договору. Ни много, ни мало. Русским золотом Германия расплатилась. А до того, когда они его получили, это золото, они у себя успокоили панику на бирже и немножко сбили инфляцию. Это им все равно не помогло. Но фактор Востока, который выступил в общем, даже в роли по отношению к рабочим, если брать, это предательство, на мой взгляд. Но, опять же, это оценка этическая, я в нее не вкладываю уничижительное содержание. Я исхожу из логики самих же революционеров, в том числе и Ленина. Вот, спасибо. Это вот все вопросы письменные из присутствующих. Есть еще те, которые были раньше заданы по интернету, но, наверное, будет правильнее заслушать вас, потому что вы пришли. Да. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос, касающийся итогового вашего вывода, который вы озвучили в конце. Все-таки, с учетом сегодняшней темы, хочется узнать ваше мнение, как соотносилась такая, будем говорить, общая неприязнь советов большевистской политики конкретно к такому шагу, как заключение Брестского мира. Потому что немножечко, ну, шокирующая ваша информация прозвучала для меня, по крайней мере, потому что общим местом является, что вся страна, особенно низы, да, хотели вот выхода из войны, вот он состоялся и опять недовольны. То есть они недовольны, потому что это сделали большевики, потому что они уже априори были недовольны всем, что делают большевики. Или какой-то был, вы можете сформулировать, какой-то их уязвленный интерес, вот именно от заключения Брестского мира. Спасибо. Спасибо вам. Я хочу сказать, как я понимаю вообще эту ситуацию, на кого, собственно, опирались Ленин и Совет народных комиссаров, опирались они. Основное, это были вооруженные солдаты, которых достала уже эта война, которым надоело проливать кровь. И с точки зрения этих солдат, это была абсолютно моральная позиция. И если власть пришла от их имени, то она должна заключить этот мир любой ценой, чтобы дать людям мир, чтобы они вернулись к своим землям и смогли реализовать декрет о земле. В этом плане совершенно позиция была замотивирована у Ленина. Хотя, кстати, даже у крестьян, вот даже у солдат, отношение к Бресту было очень противоречивое. Например, вот в декабре демобилизационный съезд, один из двух, значит, Ленин проводил, и он запустил там анкету для делегатов. Несколько сотен человек прибыло, для того, чтобы понять, первое, готовы ли к продолжению революционной войны. И ответ был такой, насчет боеспособности. И ответ был, нет, 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 нет. И советские историки постоянно давали, ну вот Ленин убедился, но нет. Но у Ленина был еще политический вопрос. Херчтинский об этом в своем исследовании «Крушение мировой революции» пишет, очень интересная книжка, и там достаточно много ссылок, то есть с ней можно полемизировать на высоком уровне. Значит, был еще политический вопрос, который заключается в том, если придется заключать аннексионистский мир, то готовы ли вы воевать? Большинство ответителей готовы. Но, опять же, это были представители большевистских, полковых, армейских, корпусных комитетов и фронтовых. Это было не настроение вот уже рядовых. А там все, там уже… Опять же, когда началось продвижение немцев, например, среди «действующей армии», в кавычках уже «действующей армии», полпроцента только были готовы сопротивляться и создавали какие-то сводные там ошметки, какие-то отряды, которые что-то пытались сделать. Это ничто. Но в том-то и дело, что, я так говорю, речь-то не о солдатах. Речь о тех национальных формированиях и о тех отдельных боевых соединениях, которые были готовы сражаться и сражались дальше. Из них тоже можно было слепить сопротивление. У меня немножко акцент смещен. Но против позиции Артема Ивановича в значительной степени я не выступаю, я не буду выступать. Меня интересуют отношения Ленина и рабочих. Извините за разгонтый ответ. Да. Мне было очень интересно это услышать. Очень интересно с этим услышать обсудение о недовольстве солдат и все прочее. Конечно, недовольство рабочих. Конечно, это очень интересно. Но в целом, по-моему, применение это именно предательство в наше время, вот когда мы говорим про такие вещи, это такой анахронизм. Это такая, я бы сказал, коротичина. Такая одельковщина. То есть на меня так пахнуло 1990-м годом, как будто бы я просто оказался, дай бог, в те времена в Ленинграде, на заседании, и тут просто смотрю, где Новодворская сидит. Это из этой как-то области началось. Ну, господи, все мы, говорит, сознательно. То есть, видите, у нас вопросы сейчас похожи. Это не вопрос. А, тогда сейчас вопрос. Это похоже. Ну, если уж... Но я очень сжатый вам постараюсь. Да, если нужен вопрос, то вот вы привели несколько данных. Например, в качестве подтверждения своему тезису сослались на слова Ленина, который вы привели о предательстве Польши. Ну, сегодня, вот вы скажите, не желая передернуть карты, можно серьезно говорить о том, что Брестский мир предал какую-то рабочую Польшу, о том, что он предал какую-то рабочую историю, когда мы знаем, что эти силы были крайне антирусскими с самого начала и были готовы воевать против большевистской России, что и делали. То есть, насколько можно эти слова вообще использовать в реальном смысле? Не передергивание ли это с вашей стороны, так же, как и сама идея того, что рабочий класс был предан? Не является ли, на самом деле, здесь совершенно другая защита подлинных интересов рабочего класса? Более того, не кажется ли вам странным, что вы повторяете риторику, которую применял в 20-е годы Гитлер, когда он ссылался на то, что в октябре 1918 года был выносил нож в спину армии, которая победоносно шла, так сказать, к успеху? То есть, не оказываемся ли мы снова в очень сложном моральном положении? А если уж мы приходим в наши времена, не стрелковщина ли это? Спасибо за вопрос. Вы знаете, я должен сказать, я и вашу утвердительную часть первую, я тоже ее использую, это звучит в грецкий мир как предательство, это звучит необычайно провокационно, публицистично, и тоже, как я слышал, ненаучно совершенно. Но дело в том, что, например, если мы берем, разбираем там рабство, рабовладение, ну, в современном мире, да, оно сохранилось. Действительно, рабовладельское отношение еще есть, в том числе даже в России. Но разбирать это здесь, это так пахнет древним миром, что ли? Нет. Если есть проблема, если есть дискурс, то мы его рассматриваем. Я использовал понятие предательства не потому, что я так считаю это. А я просто, вот как я понял логику Ленина и революционеров, взял вот эту часть их революционного права сознания и посмотрел, выходит это за рамки понятия верности и предательства? Да, выходит, я делаю вывод. Вот с этой точки зрения. Но само название, видимо, доклада абсолютно должно быть другим, и то, что на вас пахнуло, вы совершенно правильно, это ваша реакция справедливая, и я принимаю этот упрек, надо по-другому было совершенно заглавить, сформулировать проблему. Спасибо вам за это. Петер Иванович. Поскольку вопрос касался логики большевиков, то я в этом русле хочу задать два вопроса. А в чем, собственно, состояла корысть большевиков, если я имею в виду все то, о чем вы нам сообщили, в чем была корысть большевиков для заключения Брестского мира? И заранее… Я понимаю, как вы ответите. Ага. Так, может, не сразу? Нет, если нет, это ответите. Скажите, пожалуйста, насколько верно вы понимаете и философию, политическую философию Ленина, и, самое главное, проецируете ее на все последующие действия Ленина большевика России? Так, первый вопрос, значит… В чем корысть была? Да-да-да, в чем корысть? Здесь невозможно что-то утверждать. Здесь есть два предположения. Первое предположение, оно заключается в том, что ради сохранения фактической монополии, ради сохранения однопартийной диктатуры Ленин, собственно, использовал механизмы, то есть ситуативное большинство, партийную дисциплину, а затем уже обычный механизм руководства через подбольшевистские всякие организации и структуры. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое я лично считаю очень сомнительным, но, честно говоря, я все-таки его не отобегаю, это то, что касается возможных каких-то моральных обязательств Ленина перед германцами. Я не готов эту тему сейчас вообще развивать, я предлагаю... Остановиться на первом. Нет, подождите, я сейчас не готов развивать, но я готов разбирать эту тему, потому что насчет Ленина и немцев есть что сказать у меня лично, и я думаю, точно так же будет новая информация для вас, как и в этом докладе для многих. Я была уверена, что вы скажете именно то, что вы сказали. То есть речь шла о сохранении власти. Да. Если речь идет о сохранении власти... И Ленин прямо об этом писал. То в чем корысть для Ленина была? Корысть для Ленина сохранить эту власть большевиков? Это... Да, я правильно понимаю, что сейчас вы уже лично его интересы у меня пытаетесь... Я пытаюсь... Я не берусь. Вы знаете, я не берусь. Как политики. Татьяна Ивановна, значит, вы спрашиваете меня, какая у политика корысть? Корысть. Личного политика. А я не знаю. Вот не знаю. Какая? Тогда как? Я не знаю. Может быть, однопартийная дикторатура Ленина как революционер, он понимает... Вот смотрите, это никакая не корысть. Ленин понимает, что он, как никто, понимает сейчас важность удержания политической власти. Он понимает, что только его организация способна это сделать. И нужно просто отмести все колебания и шатания в среде большевиков и добиться того, что он, Ленин, понимает правильным. Это... Почему он так считал? Тут корысти нету. Почему он так считал правильным? Почему он считал, что он поступает правильно? Единственное предположение... Вот хорошо, при такой формулировке. Единственное предположение, которое у меня есть, что объявление большевиков... Ну, а потом крестьян тоже там... Чуднейших крестьян... Опоры советской власти и так далее... Было исключительно в демагогических целях. И вот его реально... Это понимание, что революция... Вот это высшая ценность. Революция. Только мы можем этого добиться. Соответственно, я продавлю это как настоящий революционер. Мне формальное большинство не нужно. А там... Рабочие, нерабочие... Это уже... Опереться на них удобно. Опираюсь. Неудобно. Все равно об этом говорю. Но не опираюсь. Так зачем ему власть? Не знаю. Ну, не знаю. Не знаю. Пожалуйста, Артем. Вопрос к двум докладчикам можно? Один к одному. Собственно, первый же вопрос, он будет и ко второму касаться. Но, скорее, все-таки, первый вопрос к Вадиму. А второй вопрос все-таки больше Артема. Вадим, все-таки, каковы были реальные возможности России зимой 2018 года, феврале, апреле, марте, оказывать реальное сопротивление при движении немцев? Привожу. Привожу. Были ли такие возможности? А сколько ты их оцениваешь? Вот какой итог? Подводя итог, потому что ты... Второй вопрос, можно сказать. Второй, Артем, конечно же, я знаю, что ты был большевик, пролетарский революционер и т.д. и т.п. Меня вопрос. Так ты все-таки считаешь события 2017 года? Это была все-таки пролетарская революция? Каково соотношение участников этих событий в Петрограде, как центре революции, и в Москве тоже, кстати говоря, как вторичный центр тоже, соотношение между рабочим и соотношениями классами, и сейчас в том, что в Красной Гвардии, и солдатскими массами? Вот. Ну, это второй вопрос. Первый вопрос сюда начнем. У меня оперативная память перегружена. Еще раз первый вопрос. Реальная возможность России, Советской России вести боевые действия против немцев? Значит, да. Из того, что было. В феврале месяце немцы начали продвижение на Украине и в Белоруссии. В Белоруссии продвинулись достаточно быстро. Причина, собственно, антисоветская – это разгром польского корпуса, скажем так. Я не буду сейчас подробнее на этом останавливаться. На Украине они продвигаются. Им там стоят отступающие Чехословаки, и сами немцы отмечают, что это самое серьезное сопротивление оказали Чехословакии, а также отряды Красной Гвардии. Этих отрядов Красной Гвардии 25 тысяч человек. Немцев там наступает 250-300 тысяч человек на Украине. Сколько они продвигаются? Они только в середине мая заняли последние свои рубежи в Донской области. С середины февраля, да? Два с половиной-три месяца. Вот это при ничтожном сопротивлении, когда нет политической воли, когда украинская Красная Гвардия брошена, просто брошена Советской Россией, и там из Москвы идут, это вот в трехтомнике «История гражданской войны на Украине» есть с 70-х годов издание. Значит, там есть здоровенная цитата из послания циркуляра из Москвы. «Напоминаю вам, что помощь мы вам оказывать не можем, имеется ввиду Донецкой Криворожской республики, не найдитесь на Москву, потому что это входит в зону немецкая оккупация». Совершенно открыто. Но даже брошенные, они сопротивлялись месяцами. Поэтому при наличии политической воли, при наличии политической воли, можно было организовать качественно более серьезное сопротивление. А, как выглядело в качестве? Ну и второй вопрос. Сопродолжение, хочешь, сопродолжение ты развелось? Да, я считаю, что революция, которая произошла в октябре 1917 года, ну или как отдельный исторический феномен, либо часть процесса русской революции 1917-1921 года, это была пролетарская революция, прежде всего по сформулированным ее целям и задачам. Второе, по политическому руководству этой революции, то есть его политическому амбагарху, политической партии. И по, как бы, участию, и по… Движущим силам составляющим. Да, политарским… Вот это самое интересное, кстати. Амбагарским рабочим, чтобы в лице Красной Гвардии принимали участие. Что касается, вот какое там количество, такое было церковное соотношение, с моей точки зрения, это не настолько существенно. Потому что мы прекрасно знаем, что, как бы, представители пролетарей, вот, кстати, Вадим это очень хорошо доказал, они, в принципе, как вот, как индивидуальные фигуры, так или некоторые общественные организации, могли выступать как из-за революции, так и против. Что мы, собственно говоря, видели, например, во время Великой Французской революции, где главная проблема была, скажем, даже не сопротивление старых классов или феодалов, это было сопротивление крестьян бандой. И в дальнейшем, вот, в последние, надущее десятилетие первой половины девятнадцатого века, самые крупные антибуржуазные восстания, они были как раз именно крестьянские. То есть, вот казалось бы, буржуазная революция должна помочь мелкобуржуазе и крестьянам. Однако мы видим и восстания в Тироле против французских войск, мы видим, что республики в Италии, там, скажем, вот, неаполитанские были во неизвергнутых христианскими восстаниями. И это у нас, в принципе... Испания? Да, примеров можно найти очень много. И точно так же, как бы, поэтому, примеры, которые привёл нам Вадим, ну, не они просто известны, как бы другим авторам они тоже известны, они, в принципе, никого не должны были любить. А как известно письмо Зиновьеву Каменьеву о преждевременности восстания? Ну, пожалуйста, они совершенно четко указывали, они готовились работать. У нас волновая масса. Не кажется ли вам, возможно, прозорливость Владимира Ленина в перспективах Владимира Владимировича, прозорливость по поводу заключения Брестского мира с его глубокими родственными связями, с определенными кругами правящей элиты Германии? Потому что, зная определенный инсайт, как сейчас принято говорить, он прекрасно представлял возможности Германии продолжения войны и так далее, и так далее. И он ситуативно понял, что на тот момент вот такое решение... Я думаю, что в любом случае Ленин был достаточно хорошим аналитиком, чтобы как с собственными связями, так и без них сделать соответствующий обзор о возможности революции не только в Германии, но и в других странах. И причем эту его позицию не разъеделена не только он сам, но и значительная часть большевистской партии. И, кстати, представители других партий тоже. То есть, возможно, это как бы... Мне сложно сказать о каких-то конкретных родственных связях идет речь, ну, возможно, это был один из факторов, который в целом влиял на его позицию. Пожалуйста, еще вопрос, Сергей. Что известно докладчикам о зондаже временным правительством, представителям временного правительства даже еще до семнадцатого года, во второй половине шестнадцатого года, о возможных переговорах, точнее говоря, о зондаже, возможности переговоров с Германией с целью заключения сепаратного мира еще до большевиков через Швецию, через Стокгольм? Были такие зондажи. Но вопрос заключается в том, насколько это действительно был зондаж реальных мирных переговоров, насколько это были, так скажем, встречи каких-то светских людей, которые имели общую связь и общих знакомств. То есть, мы знаем, что представители аристократии и Российской империи, и Германская империя имеют многочисленные родственные формы. Да, некоторые представители правящих кругов через Швецию как раз переезжали. Но, с другой стороны, мы знаем, что царское правительство было крайне зависимо от Антанты и военных поставках, и, собственно говоря, имело при ними глубокие обязательства. И поэтому, даже если кто-то из царской верхушки понимал, что надо немедленно заключать мир, каких-то реальных механизмов реализации этих планов на тот планет не существовало. Но желание было такое? Нет, так я думаю, желание было, хотя вопрос, как бы, это была какая-то определенная группировка, и она не охватывала вот все это. А встречное желание в Сети Геласково? Нет, не было. Я говорю, товарищ, я прошу по существу задавать вопросы. Да, пожалуйста. Вы, да. А это и дело у меня. Вопросы имеют преимущество. Таких бы вопросов не было. Значит, я хотел бы, чтобы Вы посмотрели на проблему, которую Вы сегодня озвучили, через немножко другую плоскость. С чего все началось? Вопрос у Василии? Да, это вопрос. Значит, ну, как бы, вот, проблемы, которые начались в семнадцатом году, начались еще даже не в феврале, а ранее. Была проблема с продовольствием, с выплатами зарплат, и так далее, и так далее. Началось все, так сказать, с рабочих окраин, и перекинулось уже, так сказать, дальше на свяжение, так сказать, императора, так сказать, временного правительства, и так далее. Но революция, которая ломает государственный уклад, ломает этот уклад не только политический, но, как сейчас принято, и логистика, и все остальное, так сказать, все начинает рушиться. В Петрограде появляется проблема с продовольствием на протяжении и семнадцатого, и восемнадцатого, и девятнадцатого, и далее годов. Но постепенно, так сказать, большевики пытаются решать эти вопросы через подразверстку и так далее. Но вот все те выступления, которые рабочие были якобы против заключительного мира, мне кажется, в основном шли как голодные пункты, в первую очередь. Значит, более того... Это вопрос или вопрос? Я примет на бумаге. Нет, ну и Дережа, такой длинный вопрос, давай. Ты напишите на бумаге. Понимаешь? Хорошо, я буду дальше продолжить. Остановимся. Да, может быть это не против мира, а просто следствие экономического состояния страны, которые, собственно, все эти процессы деструктивные. Ничего пока нет, ничего не работает. Да, хорошо. Значит, я правильно понял ваш вопрос. Я вам должен сказать, что здесь как бы две части. Первая часть, и это безумно, на мой взгляд, интересно, вот вы затронули тему, значит, это, ну, тут соответствующая аудитория, она позволит мне ответить, я уверен, что все понимают, о чем я буду говорить. Я понимаю так, что гражданская война и даже расклад сил, который там получился, и исход ее, был предрешен, собственно, еще в ходе Первой мировой войны, еще до революции 17-го года. Что там происходило? Вот общеэкономический рынок, общеэкономическое хозяйство страны, по сути, можно разделить на два огромных региона. Это потребляющие, имеется в виду потребляющие сырье центр, и производящие, имеется в виду производящие сырье окраины. И в ходе войны именно обмен экономический между центром и окраинами оказался неэквивалентным. Окраины давали все больше сырья, но они не получали в обмен ничего, ну, все меньше, все меньше, потому что центр работал все больше на фронт. В результате этого перекоса начались сбои с поставками продовольствия, причем первые сбои начались еще осенью 15-го года. Осенью 16-го они стали уже очень серьезными, и об этом, собственно, писали наши экономисты Чиянов и Кондратьев. У одного из них даже есть исследование, достаточно на эту тему серьезное, но это очень давно я его читал. Значит, теперь дальше. Опять же, в одном из этих исследований есть очень интересная картинка. изо цены ржи урожая 17-го года в районе территории России, в центральной России. Что значит изо цены ржи? То есть, это графическое изображение тех линий, которые отмечают разные доминирующие цены на территории, там вот тут больше, тут меньше, меньше и еще меньше. Вот изо цены ржи. Как бы глубина, да, скажем, или высота. Так вот, самое поразительное, что большевики, что эти изо цены совпадают с основными линиями фронтов гражданской войны 18-го на востоке и 19-го годов на юге. Там, где большевики удержались там, а урожай 17-го года, то есть, еще до войны собран и продается. То есть, большевики удержались там, где самое дорогое продовольствие. Естественно. И основной классовый интерес рабочих в ходе этой войны определялся физически сохраниться и прорваться в сырьевые окраины для того, чтобы сохранить экономику для себя. То есть, получается, классовый интерес рабочих заключался в том, чтобы воевать в Германии и продвигаться к этим хребным районам? Очень интересное добавление. Очень интересное добавление. Ну, это надо дальше рассуждать. Но вот сейчас я заканчиваю вот эту вот мысль. Что? Да я вам уже достался немножко. Значит, и основной интерес, соответственно, рабочих в этом плане он совпадал с имперскими настроениями большевиков. Ему нужно было развивать мировую революцию, а рабочим нужно было физически выжить, для этого прорваться в сырьевые окраины, где были антибольшевистские правительства. Но настроение рабочих внутри, как и, собственно, вообще общество в этих сырьевых окраинах, оно заключалось в максимальном обособлении от центра, от соседей для того, чтобы сохранить свои остающиеся ресурсы. И они не могли даже объединиться. И получалось, что объективно большевики должны были победить. не потому, что они хорошие или не потому, что они правы, а потому что общая вот экономическая картина народного хозяйства в России и вот это вот состояние рынка национального требовало такого расклада и такого результата. Соответственно, вопрос заключался в том, что мир связан с Брестским миром. Да, и вот вторая часть. Дело в том, что вот этот самый Брестский мир, он что сделал? Он отдал самые плодородные районы Германии. И мы смотрим, когда, значит, это произошло. Это произошло в начале марта 18-го года. И мы смотрим, когда начались первые голодные забастовки рабочих, вот этих пабличнозаводских, не просто голодные беспорядки, они были в городах еще и в 17-м году, а именно фабличнозаводских рабочих в марте 18-го года. Это совпадение не думает. Ну, отдали они на 8 месяцев всего. Что-что? Отдали Германии ресурсы всего лишь на 8 месяцев. То есть 8 месяцев за... Только рабочих не получили. Вот молодой человек, пожалуйста. Используйте, я хотел обучить один мир. Я не услышал о политическо-экономических факторах Брестского мира, но ни слова не услышал о военных. То есть никто из вас, по крайней мере, я не услышал этого, не берет в расчет материально-техническое и довольствие обеспечения армии обоих сторон. Не кажется ли вам, что состояние механизации средств доставки этого самого обеспечения на Восточный фронт с точки зрения, допустим, советской власти, с точки советской власти с ее стороны, недостаточно было развито, чтобы обеспечивать нормальные боевые действия, нормальную оборону и тому подобное. И еще хотел бы именно реманку ввести. То есть я готов, как-то не смешно, поспорить даже с Лениным насчет того, кто является настоящим рабочим. Но не кажется ли вам, что в ситуации мировой войны, и в том числе в ситуации военно-гражданской, и разбирающейся все сильнее, опираться следует, в первую очередь, на военных людей, на тех, которые, собственно говоря, все это в жизни притворяют, тех, кто ведут... Тогда вопрос 7? Да, тогда можно небольшой реманку. Касательно материально-технического обеспечения русской армии на начало 1918 года, я могу сказать, что она находилась в достаточно глубоком кризисе, прежде всего из-за развала транспортной системы, то есть просто не хватало паровозов для снабжения фронта. Затем, вот, скажем, я читал один из отчетов, ну, точнее, не читал, слушал сегодня там передачу, вот, историка Яковлева, что, скажем, для русской армии требовалось около 4 миллионов полушубков для зимы 1917-1918 года. Наречий был только 1 миллион. И так практически вот по всем, как бы, необходимым требованиям к снабжению вооруженных сил. То есть, в принципе, как бы, вот, было некое количество солдат, но некого было их снабжать. Не было стратегического запаса продовольствия. То есть, продовольствие доставляли на фронт, скажем, на день, на два, но не было никаких гарантий, что продовольствие будут доставлять в дальнейшие дни. То есть, солдаты в окопах просто голодали, и часто из-за этого они покидали фронт и отправлялись в деревню. То есть, уже с логистической точки зрения российская армия на тот момент боевых действий вести не могла. Но я к этому добавлю только одно, что, думаю, что к широкомасштабным военным действиям вот та армия, которая была, она была совершенно не готова. Но, на мой взгляд, это не актуально. Это не актуально прежде всего потому, что немцам не нужно было свергать большевистское правительство. Вот если мы посмотрим, где немцы остановились. Нарва и Псков, да? Вот немцы, а, Петроград под угрозой! Шесть часов на поезде проехать, и вот он, Петроград. Паника, защиты военной нет. Что мешает немцам, вымуштрованным, готовым еще воевать, несколько полков на поезда и в Петроград. Свердных большевиков, что? Шнапсы еще добавят. Может быть, и в Петроград. Большевики бегут куда-нибудь в Москву, на Урал, ради Бога. У немцев есть такие силы. А чего они остановились-то? Они остановились как раз на той границе, которую они и хотели забрать у Советской России. Это первое. Второе. Они остановились... Знаете почему? Потому что, кроме большевиков, не было в природе, биологически, в России, не было такой организованной силы, которая готова была бы заключить с ними такой мир. Ни одно другое правительство. Даже они могли из солдат взять. Из солдат, да? Вот крестьян. Раз посадить Ивана Дурачка, Иванушку, и заключить с ним Брестский мир. Да еще на лучших условиях. У Ивана Дурачка и у солдат не было ни желания, ни способностей провести в жизнь этот Брестский мир. Только большевики представляли собой такую силу, которая была очень значима на всей территории России тогда, и которая была готова, действительно, даже на анексионистский мир. Ленин продавил это решение. И поэтому готовность или неготовность армии к войне, для меня это второстепенный вопрос. Вадим, на самом деле, немцы продвинулись дальше. Западные дела, занятия установлены Брестским миром. Юрий. В Донской области, Кавказ северный, Грузия. Ты меня не слышал. Вы хотите задать вопрос, да? Юрий, ты не слышал. Можно я задавать? Еще один вопрос у меня? Возьму. Нет, я предлагаю все-таки, у нас есть вопросы, которые по интернету задавались. Развучите их. Можно? Ну и вы меня остановите, пожалуйста, в какой-то момент, потому что на все невозможно ответить. Вопросы. Так. Цифровой фактологический материал автора не имеет ссылок на источники. Как при таких условиях полемизировать с автором? Отвечаю. Невозможно. Приходите сюда и задавайте конкретные вопросы. Я буду в конкретных случаях все ссылки давать. Многие тезисы противоречат историческим фактам. А я считаю, что нет. Надуманные тезисы. В январе 18-го. Хорошо, спасибо вам. Тогда действительно... Тогда действительно... Вадим Лавов, такой вопрос. Насколько уместно провести параллель между Брестским миром и Версальским миром? Потому что как бы Версальский мир у нас заключает спустя 8 месяцев немецкая социал-демократическая партия. Вот. Она заключает в тот момент, когда немецкие войска, ну не то что разложились, это самое как русские войска, вообще-то они, как вы заметили, находятся на пике своего могущества, да еще стоят как бы на территории стран противника. Ну вот. Этот мир, он, во-первых, естественно приводит демо... Как это сказать? Демоализация. Во-первых, по отношению к Германию границей, также масса людей из-за сокращения военного производства в Атанске, то есть рабочей войны. То есть, в принципе, происходят те же самые процессы, о которых вы добавили в России. То есть, вы Версальский мир как бы тоже рассматриваете как негативный фактор или нет? И в конечном итоге, кстати, Версальский мир привел и к росту нацизма и так далее. Вы поедете и декоративно. В общем, там еще поебалька появилась... Здесь есть очень большое отличие. Оно заключается в том, что Версальский мир заключался теми социал-демократами, которые давно были прокляты и большевиками, и вообще революционными социалистами левого крыла. Сейчас. Но они же не просто так были прокляты, да? Потому что они действительно встали на оборонческую национальную позицию. В самом начале войны социал-демократические партии всех крупнейших стран Запада встали на стороне своих правительств, на стороне своих властей. Собственно, Ленин боролся именно против этого. Именно против них. Социал-предателем он их назвал. Что? Ну, проголоспали, да. Конечно, в Рейхстаге. Упрощенного отношения. Я благодарен за реальное уточнение. Ну, я сейчас даю то, как я упрощенно как раз и представляю себе упрощение. Значит, и, собственно, вот социал-демократическое правительство, оно не думало о мировой революции. Оно не пыталось затянуть переговоры. Оно заключало тот мир, который, ну, тот факт стоял перед тем фактом, который был поставлен Антантой. Победившись стороной. Они не отделяли себя от обязательств перед странами и союзниками, как это делали большевики. Большевики же сказали, все, нам Антанта не союзница, мы говорим о мировой революции, мир без аннексии и контрибуции. И мы как бы чисты. И я не спорю с ними. Хорошо, я вхожу в их логику и смотрю. Ну, раз вот вы чисты и раз вот большевики рабочие, давайте посмотрим, как это. Оказывается, что они сами себе противоречили об этом. Вот предательство отсюда, а не от того, что я считаю, что это плохо. Товарищ, последний вопрос и переступаем. Вот мы с вашей репликой, что, как вы сказали, предопределен был результат гражданской войны. То есть я правильно понял? Вы считаете, что какие бы конкретные политические решения не принимало руководство красных и какие бы конкретные политические решения не принимало руководство белых, как результат противостояния гражданской войны был предопределен? Тогда просто хочу понять вашу историосовскую концепцию. Тогда весь ход мировой истории предопределен, получается. Спасибо. Отвечу следующим образом. Конкретные политические решения, с одной стороны, их невозможно запрограммировать. Но есть люфт достаточно широкий, в которых эти политические решения могут приниматься. В соответствии с политическими обязательствами. А также в соответствии с настроениями тех социальных сил в обществе, на которое опирается та или иная власть. Так вот, тот люфт, который был у белых в разных правительствах, тот люфт, который был у красных большевиков, я сейчас имею в виду, он не давал другого исхода. Ну, мне так кажется. Очень странно, наверное. Хорошо, спасибо. Переходим к обсуждению. Итак, не более 7 минут наступление. Пожалуйста, кто желает. Пожалуйста. Ну, я стараюсь, короче, не 7 минут. Я относительно предопределенность. Ну, я все-таки думаю, что в истории есть много вариантов. Многоходовка. История – это большая многоходовка, скажем так. Она многовариантная и многолинейная. Не однолинейная. В этом плане я хотел задать тебе вопрос, Вадим, но сейчас я его как бы выскажу в качестве предположения. России не стоило влезать в эту мировую войну, потому что все остальные события в России, они, собственно говоря, вызваны были неудачным течением для России, для российской экономики и российского общества в Первой мировой войне, собственно говоря. Фактически, де-факто Россия потерпела поражение. Экономическая война де-факто. Россия стояла на пороге войны с Австрией и Венгрией. Обследование с Германией еще в 1908 году. Из-за аннексии Боснии и Грицеговины и Австрии и Венгрии. Россия, Николай II, был готов уже, его генералитет, был готов уже объявить мобилизацию. И только вмешательство Столыпина, а между прочим целая группа саловников, высших саловников России, была категорически против участия России в войне, с Германией первой была. Это не только Столыпин, это Витте, Столыпин, как овцов, Дурналов. Все мы знаем известное письмо Дурналову, царю написанное в начале 2000-2004. Еще была группа. Но вот история такова, какова она сложилась, произошла реальная история. Но все-таки, если бы Россия не вступила в эту войну с Германией, в том, что экономические связи с Германией, немецким капиталом были очень сильные. Ведь самые современные промышленности были созданы немцами, химические, технические и так далее. Да, тут очень сложно, крайне сложно сейчас гадать, что было бы, если было бы и не было бы наоборот. Я глубоко убежден, что все-таки, если бы Россия не вступила, или ввела себя хитрее в отношении вступления в войну, то исход был бы иной бы. Абсолютно Бреста не было. Не было бы Бреста, не было бы много того, по поводу чего мы сейчас спорим. Вот такова моя реплика. А что касается пролетарской революции, то у меня есть большие сомнения. Чем больше я изучаю события 17-го года, 17-го тоже. Тем больше я скажу к неутешительному для большевиков выводу. Непролетарской революции. Все-таки по составу, дверющим силам по составу, солдатские массы преобладали. Не рабочая, а солдатские массы. В Москве это вообще двинцы, так называемые. Это все солдаты, которые не желали идти на фронт. Это двинской полк, которые эвакуировались в Латвии после оккупации латвией немцами, собственно говоря, второй плане 17-го года. В Питере здесь матросы. Да, еще роль ВРК, гарнизон. Питеровянский гарнизон подчинился в целом. Не хотя скорее, скорее более нейтрально, но подчинился командованию ВРК. РВК, военно-революционного комитета. Это предупредил гарнизон солдатский. Красная гвардия играла второстепенную роль. И в конце концов судьба Красной гвардии весьма плачевна. Мы знаем, что произошло с ней дальше. Ее использовали в пойме против рабочих протестов, начиная с 9 января 17-го года. В дальнейшем сверба по рабочим мажорских заводам 9-го мая 18-го года. Не только по обуховцам и так далее. Так или иначе, и потом Красную гвардию ее просто слили с Красной армией. И вообще ее распустили фактически. А вот судьба командира Красной гвардии очень интересная. Я пытаюсь найти материалы, которые каким-то образом пытаются... Пытаюсь найти и оследить судьбу командира Красной гвардии. В этом году его расстреляли сами большевики. Вот это я пока не могу найти. Ну, не важно. В общем, я не вижу... Как в этом случае это была не революция, которая привела к созданию к возникновению новой общественно-экономической формации. Во всяком случае, это совершенно не такая революция, которую ее видят большевики. Собственно, вот здесь. Спасибо. Я прошу выступающих, кто-то и говорить про тему. Пожалуйста. Можно? Ну, первый момент, на котором хотел остановиться, это о 1918-й год. Экономический кризис 1917-го года, который начинается зимой в Петрограде в первую очередь. Действительно, ужасное положение с продовольствием, но также и кризис на заводах, отсутствие заказов. Мне кажется, очень большое упрощение сводить кризис экономический 1918-го года к отсутствию военных заказов только. Причины его гораздо глубже. И они идут и из 1917-го года, из исчерпания материальных ресурсов, но также и из сопротивления классов буржуазии, которая владела этими заводами, которая фактически объявила локауты, то есть она прекратила, ну, многие владельцы заводов прекратили функционирование. Владельцы заводов из стран Антанте, они тоже практически прекратили, то есть промышленность перестала работать в значительной степени потому, что большевики изначально зимой вообще не планировали, ну, как известно, немедленную национализацию. Ленин предполагал некоторое время, ну, как бы то, что он называл государственный капитализм, да, вот это все. Но фактически заводы встали по воле их владельцев. И вот та национализация спонтанная, которую проводили рабочие советы, это был жест, ну, не только, это был жест отчаяния. И, конечно, как большевики, которые не имели кадров, не имели технических кадров, потому что началась эмиграция, а сколько технических специалистов, просто были иностранцами, которые тут же уехали из страны, даже мы не говорим о, ну, просто о эмиграции, которая шла в 2018 год, ни технических специалистов, ни энергии, ни хлеба. Конечно, то положение, в котором оказался рабочий класс, стало крайне драматическим, и, естественно, рабочий класс, значительная часть рабочего класса отвернулась от большевиков. Это, ну, как бы, это факт. Но я хочу заметить и другую вещь, что большевики мобилизовывали постоянно, ну, своих сторонников из рабочего класса, большевиков большевистской партии, близких людей, в Квасную гвардию, на Дон, да, то есть, ну, как бы, Антон Фавсенко увез сколько людей, продразверстка. То есть, объективно, классовый состав на заводах, так же, как и в Кронштадте, все время менялся, ну, не классовый, так бы, я бы сказал, политический состав. То есть, большевиков на фабриках становилось реально в Петрограде все меньше и меньше на протяжении всего начиная с 2018 год. И, конечно, это нашло политическое выражение, ну, в том числе, в антибольшевистских протестах. Значит, теперь, вот, про германскую социал-демократическую партию, ну, как бы, германская социал-демократическая партия раскололась в течение 2017 года, была независимая социал-демократическая партия, которая выступала против войны, на самом деле. И был союз «Спартака», и все политические силы, и более левые политические силы, чем там Эберт и Носки, да, они выступали против войны. В Австро-Венгрии движение антивоенное охватило не только всю социал-демократию, но и все общество. И, между прочим, расчет большевиков Ленина и Троцкого в значительной степени базировался на том, и мемуары Чернина это прекрасно доказывают, что Австрия не была, готова была пойти на мир на любых условиях, и оказывала огромное давление на Германию, и только жесткая позиция Рексвера, да, как бы, решила исход вот этого равновесия. И как же так? Конечно, Версальский мир, он тоже был таким же точно, ну, как бы, таким же точно... Вы видите, в чем дело? Надо уметь, как бы, отступать, уметь терпеть поражение. Германия не могла победить в Первой мировой войне, ну, после того, как вступили Соединенные Штаты. И это был единственный выход для Германии. То же самое... Вот вы приводите цифры армянские воинские части, грузинские воинские части, румынский фронт, но можно ли их было перебросить на Северный фронт под Петроград? Нельзя. То, что большевики могли непосредственно использовать под Петроградом, они использовали. Была мобилизация Красной Гвардии, была мобилизация Балтийского флота. Ну, результат мы знаем, какой был. И, собственно, ведь это не специальный замысел Ленина. Ленин как раз одна из его величайших черт в том, что он умел моментально реагировать на обстановку и менять свою позицию. Ленин сам был за революционную войну, партия была за революционную войну. И то, что большинство партии, это правда, оказалось против Ленина, так это было много раз в истории. Потому что Ленин повернул в очередной раз, а партия, ну, как бы, это инерция, она не повернула. И, действительно, Ленин совершенно не демократически боролся с собственной партией для того, чтобы спасти революцию. И тоже он боролся совершенно тоже не демократически с левыми эсерами. Как бы, это тоже все было ужасно, но это тоже было необходимо для того, чтобы спасти революцию. Вот это, к сожалению, это диалектика ситуации, когда день решает все. Когда невозможность использования демократических институтов сыграла вот такую роль. Хотя я полностью согласен, что это имело ужасные последствия для большевистской партии, для Совета в последующих периодах. Спасибо. Очень хорошее выступление Алексея Петрова. Пожалуйста. Я хочу, во-первых, начать с того, что момент по поводу предшествовало заключению Брестского мира, это было ни войны, ни мера Троцкого. То есть, такой вариант не заключения, мы даже знаем его результат. В результате, действительно, мы потеряли Исляндию. И вынуждены были заключать Брестский мир на совершенно других. Потеряли практически Украину. Потому что там были совсем другие условия в январе. И, хочу сказать, что совершенно неправильное утверждение, что немцы могли занять Петроград. Они пошли занимать Петроград. Но дело-то всё в том, что срочно была создана Красная Гвардия, небольшие усиды. Но надо учесть, что и немцы на Восточном фронте уже были не те. Когда им никто не противостоит, они могут заниматься. А когда в районе Нарвы стало противостояние, они отказались наступать. Не то, что они не могли, не хотели, а не могли. Руководство хотело, но оно понимало, что оно не может. Потому что сами немцы тогда бы Брестского мира действительно не было. И они стали угрозой, и в результате получился Брестский мир. Теперь по поводу резолюции, о которых мы говорили. Те резолюции, которые были против турецкого мира, нигде не сопровождались созданием добровольческих отрядов или мобилизацией Красной Армии, чтобы бороться против немецкой силы. Поэтому в данной ситуации приводить то сопротивление, которое возникало, оно действительно не совсем корректно. Это не против Брестского мира. Да, все мы хотим быть здоровыми и богатыми. И когда мы больные, тут начинается разговор, что нехорошо, что мы больные. Это вот такого плана. Теперь, результат Брестского мира не привел к победам Германии на Западном фронте. И скорее, та ситуация, которая описана у Ремарка на Западном фронте без перемен, она, в общем, нигде там Брестский мир не дал дополнительных сил для того, чтобы можно было осуществить победу. Ну, и вообще, Первая мировая война, она не была в интересах рабочего класса. Она, и поэтому говорить, да, Брестский мир – это предательство, но предательство интересов верхушки Антанты. Конечно. Но дело в том, что большевики не обещали поддерживать Антанту в лице ее руководителей. Поэтому говорить о предательстве, ну, есть только в этом плане, а уж не рабочего класса. И вопрос по поводу рабочего класса, вот здесь он не зря. Вот в том варианте, что Брестский мир – предательство, да, предательство. Но предательство интересов элиты Антанты – это правда. Но предательство, оно было сразу, оно даже, на самом деле, революция была сделана для того, чтобы, по сути, Россия могла осуществить это предательство. Вот. Теперь второй момент. Действительно, прекращение войны привело к тому, то есть война создала дополнительные рабочие места. Вот та картинка, которая была показана, она показывала, что военные заказы, они приводили к развитию производства дополнительных рабочих мест. Вот. Но в то же время надо понимать, что сельское хозяйственное производство падало во время войны, и можно привести к картинке ровно в обратном отношении. Поэтому, на самом деле, проблемы обеспечения возрастающего рабочего класса уменьшением хлеба и, вообще говоря, продукции по его обеспечению, когда оно и еще падает, вот это как раз и возникали те противоречия, которые вы, по сути дела, приводите в качестве обоснования, что какие плохие большевики, что они заключали Брестский мир. Вот. Ну и, наконец, я хочу сказать, что, конечно, очень интересный доклад был, но он посвящен, скорее, даже не Брестскому меру, а, в общем-то, так сказать, возникновение и течение гражданской войны. Вот. Все. Недаром вы залезали дальше в 19-й год. На самом деле, все эти процессы, они прошли до 22-го года. Это вот все было. Но, вот, считать, что Брестский мир является главной причиной возникновения гражданской войны, я считаю, что это, в общем, неправильно и нельзя об этом говорить. Это даже не причина, это просто одно из сопутствующих событий, без которого гражданская война все равно бы развернулась. Спасибо. Пожалуйста. На самом деле, предполагать, что Ленин имел какие-то моральные обязательства перед Германией и исходил из них, некорректно. Объясню, почему. Ленин был человек очень прагматичный. И смысл его политики по вопросу об Ревском мире очень хорошо и кратко, пусть и из политической метафоры, изложил Маяковский. Потеря пространства, выигрыш время. Золотые слова, лучше не скажешь. И действительно, Ленин выигрывал время. В том числе и время для наведения порядка создания из разрозненных полубандитских формирований регулярных подразделений Красной Армии, наведения порядка в военном ведомстве как таковом, поскольку военное ведомство вплоть до весны, до мая 1918 года не было единым. Там были совершенно разные люди. И про некоторых из них Владимир Ильич называл, что он вообще отказывается с ними разговаривать, поскольку не будет тратить свое время на полемику с идиотами. Были и такие, так сказать, личности. Я имею ввиду Николая Ильича Подвойского. О нем это было сказано. И, естественно, в этой ситуации Ленин был заинтересован в том, чтобы продавить свою точку зрения. Но давайте не будем игнорировать известных фактов. Во-первых, торгово-экономических связей Советской России с Казировской Германией. Прекрасно известно, что когда в августе 1918 года первые пароходы с углем из ура пришли в Красный Петроград, как по этому поводу радовалась вся советская страна, как первый факт прорыва экономической блокады и изоляции, организованной товарищами Чечерином и Красином. Другое дело, что последующие события в Германии эти связи надолго прервали, но факты лета начала осени 1918 года имели место. Второй момент. Зандажные ноты по отношению к державам Антанте в мае 1918 года, которые опять-таки по инициативе Ленина проводила советская дипломатия. Причем разделение было очень конкретное. Если Красин и Чечерин работают с Казировской Германией, то Троцкие компании работают союзниками и при этом по указанию Ленина. Для того, чтобы остановить наступление Казировских войск, которые действительно вышли за пределы договоренности Брестского мира, недалеко в мае 1918 года сообщения о переговорах Троцкого и иных деятелей из военного ведомства с Антантовцами были доведены и до сведения немецких дипломатов. Идея сработала, немцы встали и дальше уже не пошли. Это был мае 1918 года. Поэтому политика Ленина была очень диалектичная, очень четко выверенная в государственном плане, сохранение советского рабочего государства, как он это понимал. И естественно, он здесь, если и нес перед Кевским моральные обязательства, то только перед большевистской идеей и мировой революцией. Иных вариантов нет, на мой взгляд. Что касается фактов, о которых говорил Вадим. Но они на самом деле не являются откровением. Есть прекрасная книга Дмитрия Олеговича Чуракова «Рабочий протест в Советской России». Там все это есть и есть и было. Но многое, да, и есть гораздо большее. Меня удивило лишь то, что Вадим проигнорировал, что очень многие эти рабочие процессы, например, Ижевско-Воткинское восстание, сопровождались после свержения большевистской власти такими зверствами, которые бы сделали честь и бандеровским зверствам по отношению к еврейскому населению Украинской ССР летом 1941 года. То есть массовое убийство большевиков и сторонников советской власти радикально изумерскими способами, не буду даже говорить при женщинах, как их убивали, что им там отрезали. И все это был тот самый рабочий протест в ходе Ижевско-Воткинского восстания. Это не выдумка ВЧК, это установленные факты, подтвержденные документами, свидетельствами в том числе и врачей. Поэтому заявлять, что это был чистый протест, это все равно, что армию белобандита Каппелева именовать народной. Это были те самые белогвардейцы, которые потом хорошо приземлились у Курчака и зверствовали на востоке Сибири. Народная армия – это Каппель. То, что они себя называли демократами и народной армией, не означает того, что они по факту не были белобандиты. Следующий момент, о котором хотелось бы еще сказать. Роль Ленина. На самом деле мы не можем себе в полном объеме представить его отношение к нему, которое было в большевистской партии. Смотрите сами. Известный термин – большевики Ленинцы, да? Разве можно себе представить термин «меньшевик-мартовец»? Или там «СССР-поцевец», да? Или там «ССССР-спиридоновец». Невозможно. Ах, блин. Ну, на самом деле так они себя не считали. А в большевистской партии это было массовое явление. Причем я вот знаю совершенно точно, мой прадед был казанский рабочий, большевик, вступивший в партию еще в 1916 году. И он так до конца своих дней и остался рабочим. И вспоминали о нем, что вот при всех голосованиях, когда возникал какой-то сложный вопрос, он задавал только один вопрос. А вот у Ленина какая позиция, мы вот по нему ориентируемся. То есть это было отношение совершенно непредставимое к отношению белогвардейцев к своим лидерам или, допустим, меньшевиков к своим лидерам. Но если вот опять же факт, что человек пришел к себе в дом, в семью, вынес иконы, которые стояли, разрубил их топором, отправил в печь и на место, где стоят иконы примил портрет Ленина, но это говорит на самом деле, что отношение к нему было не отношение политического активиста к политическому лидеру, а гораздо более сакрально. И это на самом деле позволило Ленину осуществить и брестский маневр, и впоследствии дискуссию по военным вопросам на восьмом съезде партии, и полемику с Бухарином в программе, и борьбу с оппозицией, которую он сам же и начал в 1920 году дискуссию о профсоюзах. Поэтому фактор персонали Ленина, его воздействие на тогдашнее революционное правительство, сбрасывать со счетов нельзя, и надо понимать, как это все у него было, и ту его диалектику, которую он сперва понял сам, а поняв сам, уже заставил всех остальных признать эти доводы на практике. И тут абсолютно очевидно, что все большевистские вожди и очень многие, кстати, левые эсеры, ну, например, тот же Алексей Устинов, или, скажем, жена его, Наталья, известный персонаж в фильме, ну, зампред московского ЧК, вот, она была некоторое время, и многие-многие иные прошпрашьян, они ведь в конце концов согласились с мнением Ленина по этому вопросу и по всем остальным. И поэтому говорить о том, что сам по себе Брестский мир был предательством идеалов революции или рабочего класса, на мой взгляд, совершенно некорректно, я здесь с товарищем орешником соглашусь. Это, если и было предательство, то союзнических обязательств царского правительства по отношению державы Монтанты к их французским и британским кредиторам. И, разумеется, проявление того понимания развития процессов в Европе, которое у Ленина выработалось, в том числе и в швейцарской эмиграции, по мере общения с немецкими революционными социал-демократами, такими как Вильям Мюнценберг, и окрепло в течение всего 1918 года, когда тайные миссии из Германии шли в Кремль, получали консультации, об этом можно подробно прочитать в воспоминаниях Альфреда Курелла на пути к Ленину. И он уже твердо к концу 1918 года понимал, куда идет развитие событий, и крах кайзеровской Германии, денонсация Брестского мира были для него в этом плане совершенно не случайными, а вполне закономерными. Хорошо, спасибо. Сначала я хочу поблагодарить докладчиков, потому что есть плюсы, есть минусы. Есть позиция минуса, есть позиция плюса. И понятно, что минусы никогда не перебьют плюсы, а наоборот. То есть на тему можно, так сказать, характеризировать больше или меньше. К истине такие обсуждения как будто редко приближаются. С другой стороны, значит, Брестский мир. Ну, начнем с того, что каково было состояние царской России накануне февральской революции. Потому что рассматривать, например, Брестский мир в отрыве от февральской революции – это очень невероятно. Потому что в конечном итоге, на мой взгляд, Брестский мир наняла именно февральская революция. А это было уже, будем говорить, это юридическое закрепление, не более того. Царская Россия. К началу 17-го года армия, наконец, получила прекрасное вооружение. Впервые за все время войны, вот промышленный комитет, который был организован, значит, так обеспечил снарядами армии, что их хватило на всю гражданскую войну. Причем нормально было. Был перевооружен флот. Причем в прекрасном состоянии, он, в общем, был действительно на уровне не только передового, но, в общем-то говоря, превосходил тот флот, который был против него. Неплохо. Царская Россия была единственная из воюющих стран, где не было карточной системы. Поэтому каких-то проблем с продовольствием, конечно, было хуже, чем в 13-м году. Но совершенно не так хуже, как, например, в той же самой Германии и так далее. Поэтому для меня здесь большая загадка – это причина февральского перевода. Вот мне представляется, на эту тему говорят очень мало, а вот здесь слишком много непонятного. Как вдруг ни с того ни с сего, значит, вдруг страна встала и быстренько сбросила правительство, не понимая, что царская власть есть в тех же странах. Как вот такое вот произошло? Что? Ну, можно говорить, например, пропаганду. Да. Можно говорить о внешних силах. Да. Все это как раз было. Внутренние причины, конечно, были. Раскол правящего класса. Потому что, понятно, что, как писал Николай II в суде предательства. И он был прав. И, тем не менее, для меня вот самая большая загадка именно это. Естественно, когда власть получили, значит, те либералы, которые тогда вот были у власти, они уже начали свое дело делать, дело сделать. Точно так, как у нас в 91-м году. Первый приказ номер один. Внедрили и больше армии нет. Потому что нет армии, никакой армии без офицеров не бывает. Если офицер не имеет прав, понимаете, то тогда уже можно считать армией нет. Причем один приказ вот этот вот. Сделал больше война. Значительно больше, чем все большевики вместе взятые. Ну, на мой взгляд. И дальше пошло. Начались вот эти вот комитеты. Первые убийства офицеров, в том числе на флоте, начались именно под влиянием телеграмм Милюкова, который говорил, вроде вот эти вот все акты, они они, в общем, приветствуются и так далее. Когда был убит там Неперем, командующим Балтийским флотом и прочее, и прочее. Это были содобрения. Когда был расстрел, значит, расстрелы Кронштадта, это все было именно во времена, времена как раз именно вот этого либерального правительства, временного правительства. Вот. То, что здесь было очень много вранья, здесь сомнений нет. Потому что такие громадные авансюры без громадного вранья не бывают. Я их вспоминаю, например, когда были, мама мне рассказывала, когда были выборы в учредительное собрание, к ним в деревню приезжали большевики, агитаторы, они говорили, если вы за нас проголосуете, через пять лет у каждого из вас будет по три коровы. Через десять лет у вас будет прекрасная вилла трехэтажных, а честно. Пятнадцать лет у каждого будет аэроплан. И мужики ходили, говорили, ну что, ну коровы это хорошо, дом прекрасный, но зачем нам аэроплан? Но вот представляете уровень пропаганды, который в то время был как раз, его недооценивать нельзя. Вот. На мой взгляд. И дальше мне хочется вот, вот, я недавно здесь сделал доклад по поводу того, как разрушали СССР. И вот аналогия между тем временем и этим временем, она просматривается очень ясно. Причем инструменты совершенно одинаковые. Это подрыв идеологии, безусловно, подрыв идеологии и трудности. Потому что трудности в транспорте, как были созданы в шестнадцатом году, вот, и все это время были трудности в транспорте. Точно такие же трудности были созданы в восемьдесят девятом, восемьдесят восьмом годах, когда масса была продовольствия где угодно, но не было вагонов, чтобы их привезти в центр. Но не было, вот представляете, такая вот беда. А вдруг, где с того или сего, мясо нельзя, например, было привезти в Москву, потому что негде было его хоронить. Из выступления там по поводу. И так далее и тому подобное. Здесь много вот таких вот вещей. То есть аналогия была очень полная, очень четкая. С чего началась февральская революция? Вышли на улицы, так называемые, голодные женщины. А против чего они протестовали? Белого хлеба вдруг два дня не было. Пришлось быть в очередях стоять. Ржаной было сколько угодно. И причем женщины, которые вышли, как ни странно, это были в основном работницы фабрик, которые принадлежали иностранцам. Ну, прежде всего, там, финны, вот из этих вот районов были. Это были первые запевалы. Дальше, естественно, вот говорят, кто был там, пролетариат, не пролетариат. Вот самой главной силой военной революции, это был, на мой взгляд, это, конечно, армия. Потому что пока армия стоит на страже, никакой пролетариат ничего не делал. Значит, в Петрограде было свыше двухсот тысяч солдат. Из них почти никто никогда не воевал на фронте. Имейте в виду, что фронтовики вот не устраивали эти вещи. И когда впервые, значит, царское правительство поставило вопрос о том, чтобы эти полки все-таки начинать отправлять на фронт, сменять боевые части, вот тогда и началось недовольствие. Вот это подспудно. Не хотели они воевать, не хотели лить кровь. И когда не приходили вот таким вот в район, как я рассказывал, они, естественно, делают то. Они начинают протестовать. Это вполне закономерно. Поэтому отсюда я просто, про скорое время у меня заканчивается, хочу только сделать вывод, что, вообще говоря, все, что построено на лжи, ничем хорошим не захочется. Вот у нас сейчас нынешнее состояние полностью построено на лжи. Вот почему, например, у нас нет этих методических институтов? Владимир Ильянович, вы отвлекаетесь под темой. Ну, извините, мы живем сегодня, как можно, от того, что мы живем сегодня. И, естественно, я закончаю. И, естественно, что, понимаете, вот нам всем, когда изучаем уроки, все-таки надо не забывать, что изучаем мы не просто для того, чтобы там штаны просили, а для того, чтобы думать о том, что будет и что не будет. Спасибо. Справку можно на 30 секунд, фактически? Да, да. Значит, и расстрелы контрреволюционных адмиралов в Гельсингфорсе и Кронштадте, в том числе и лиц, участвовавших в подавлении восстаний в Свеабурге и в 1912 году в Кронштадте, состоялись до принятия приказа номер один Петроградского совета, а сам текст приказа номер один по инициативе солдатской секции Петроградского совета разрабатывали не либералов, а социал-демократы, меньшевики-интернационалисты, левые эсеры были там и большевики. Ни одного либерала среди разработчиков этого приказа не было. А точнее, вернее, в Штатах тот первый. Пожалуйста. Мне кажется, что мы услышали от вас такую вещь, что вы даже сами не подозреваете на высокого права. Я очень не люблю аналогии, но когда вы сказали, что есть происходство между пропагандой свержения самодержавия и пропагандой свержения советской власти и развала Советского Союза, это гораздо, даже не близко, это действительно одно и то же. Потому что и там, и там была буржуазная пропаганда. Самодержавие волью на буржуазную пропаганду. И генералитет во главе с начальниками генерального штаба Алексеевым и другими генералами никогда бы не пошли на это, если бы это не было подготовлено Бычковым, Милюковым и средствами буржуазной печати. Я согласен или нет, но я повторяю, что и там, и там была буржуазная пропаганда. И тут я хочу вспомнить профессора Калашникова, доктора, исторических наук, который здесь как-то сказал поскольку вы ушли от темы феверальской революции, Калашников сказал, что это была просто обыкновенная поздняя, он даже не сказал запоздалая, просто была поздняя буржуазная революция. Но профессор Калашников сказал о Брестском мире, ради чего я вообще взял слово. Он сказал, что мы забываем, что после Брестского мира Россия была несравненно больше, чем после Беловежских соглашений, которые действительно были предоставлены. Он даже не стал это конкретизировать, но я все-таки напоминаю, что три Закавказской республики были отторгнуты, три Среднеазиатской, плюс Киргизия, Агрога, Газаксан, так сказать, можно не продолжать. Теперь я хочу опять-таки подтвердить то, что вы сказали, Владимир Вячеславович, когда вы буквально повторили роман «Хлеб» Алексея Николаевича Толстого. Все остальные 14 томов – это прекрасная русская проза. Но в этом романе… Да, допустим, если бы Троцкий не тянул переговоры, действительно было бы меньше потерь. Но сразу же скажу, что я считаю, что абсолютно прямое отношение к теме имел второй доклад. Ваш доклад имел все-таки косвенное отношение к теме. Но в докладе, значит, товарищ Артем, была, значит, сказана такая фраза, что… вроде бы цитата из Ленина, что Ленин сказал, что «Самонарком не отвечает за партию», что партия была против английского мира, но «Самонарком не отвечает за партию». «Самонарком не подписывал, а Советская правительность была ответственна за деятельность партии». Да, спасибо. Ну и тут я просто вынужден напомнить, что только все-таки решала партия. Потому что было третье голосование в ЦК. Первые два голосования в ЦК не разрешали Троцкий подписывать. А Троцкий был между двух огнями – или подчиняться председателю Совнаркома, или подчиняться решению ЦК. Но поскольку он вступил в партию только в июле и сам был членом ЦК, конечно, он подчинялся решению ЦК, а не лично председателю правительства. И вот перед третьим голосованием, а перед этим Калантай сказал Ленину, что с вами вообще только Зиновьев, который дрожит при слове «Восстание». Она ему так сказала, что все остальные уже против подписания «Удетского мира». Но перед третьим голосованием Ленин и Свердлов поставили ультиматум, что они уходят со своих постов. Я надеюсь, что многие это знают, что если ЦК не проголосует за подписание мира, и после этого большинством только в один голос ЦК разрешило подписать «Городский мир». И возможно, что это было устроено. Возможно, что это было как раз устроено. Кстати, когда я был школьником, у соседей Таргаши было полное собрание с ученением Ленина. Это было первое издание под редакцией Николая Ивановича Бухарина. Они сами не знали, что они хранили и не заглядывали. Но я заглянул где-то в шестом или седьмом классе и прочел насчет «Брестского мира», когда Ленин говорил, что Сталин не прав, говоря, что можно подписать, а можно не подписать. Я был потрясен, что Сталин не прав. Это был разгар сталинского времени. Но я полюбил Сталина еще больше, что, оказывается, он еще, может быть, и не прав. Но я тогда не читал трактат о любви в скандале, а в скандале пишут о кристаллизации. Что если мужчина непосредственно действует на женщину, то ах, он беден, тем больше я его люблю, ах, он богат, тем больше я его люблю. Вот такие минуты у меня были. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел в развитии мысли, уважаемого Алексея, не знаю ваше имя, Владимира, все-таки и возражая где-то Владимиру, что все-таки, когда мы говорим о большевиках, конечно, это такой финизм, за которым, по сути дела, скрывается Ленин. Безусловно. Я вот чем больше как бы углубляюсь в эту тему, да, я там вырос, там где-то и как бы начал учиться на историка во времена разоблачений Ленина и так далее. И как-то такое, может быть, пренебрежительное было отношение, но вот гениальность этой политической, исторической фигуры, она как-то проявляется у меня в сознании все больше и больше. Действительно, вот если мы посмотрим на верхушку большевистской партии, ну, реально, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это не очень выдающиеся люди в массе своей. И даже вот Троцкий, которого сравнивают по яркости, так сказать, с Лениным, как он, извиняюсь, лажанулся во времена похорон Ленина, как он просто не проявил политического чутья, не понял вообще, что он ставит крест на своей дальнейшей политической карьере, сильный политик так не может поступить. Поэтому, конечно, и я не согласен, Вадим, с вашей вот это, или я неправильно понял мыслью, что все было предопределено, чтобы они там не делали, исход был предопределен, большевики удержались, потому что их возглавлял гениальный политик. Только так. И белые проиграли, потому что, так сказать, у них было царство серости, в общем-то, по большому счету. А что касается вот авторитета Ленина, да, такого религиозного, сакрального, ну ведь смотрите, не было еще системы пропаганды, которая вот была выстроена при Сталине, да, или там сегодня там, когда там Путину накручивают рейтинг, там работают очень крепкие ребята-профессионалы, да, есть там телеканалы и целая индустрия на это работает. Почему, откуда все эти люди, вот, взяли идею, что на Ленина надо молиться? Да потому что он привел большевиков к власти. Приехал какой-то дядя из Швейцарии, да, весной, 17-го года, и сказал, ребята, вы что, какое временное правительство? Через несколько месяцев власть будет наша. Все над ним смеялись, а так и произошло. И после этого, конечно, они уверовали. Вот нечто подобное мы видим на примере Гитлера, кстати говоря, да, почему, так сказать, он пользовался таким кредитом доверия, потому что он сделал невозможное. И потом этот кредит доверия эксплуатировал, ну, как мы все знаем, в неправильных целях. Поэтому я думаю, что, так сказать, возвращаясь к теме дискуссии, что, конечно, заключение Брестского мира, это был абсолютно неизбежный шаг. Это был шаг, на который обязано было просто пойти любое ответственное российское правительство, независимо от его партийной принадлежности. По очень простой причине, если ты не можешь вести войну, то выходи из войны. Если ты не можешь из нее выйти с позиции силы, выходи с той позиции, в которую тебя поставят, нагнет, так сказать, твой оппонент. Что делать? Какие альтернативы? Вот. Поэтому я думаю, что это был, конечно, дальновидный шаг. Почему? Потому что итог был для большевиков вполне благоприятен. Они победили в гражданской войне, они, значит, укрепили свою власть на всей территории страны, там, спустя несколько лет. И они создали предпосылки для создания великой державы. Все-таки, если мы возьмем многовековую историю России, то два было периода, когда она была великой державой. После 1815 года и после 1945. Понятно, что 1945 не мог состояться без 5 марта 1918. Очень коротко. Мне хотелось бы поздравить Клио с тем, что сегодня оно открыло свою работу таким интересным дискуссионным клубом, дискуссионным событием. Мне понравились оба доклада. Первый доклад понравился мне своей такой добротности фактов, которые были показаны. Единственное, что мне кажется, было бы правильным, чтобы в том пафосе такого якобы неприятия рабочих большевиков показать содержание этих протестов, которых было много. Мне кажется, я здесь менее компетентен тем, Владимир Петрович, мне кажется, что все-таки главное содержание протестов было экономическое недовольство. А поскольку у власти большевизии, соответственно, получается и большевизское правительство. Но теперь поставим другой вопрос. Брестский мир был в итоге заключен в марте. Через два месяца выступление Чехослованского корпуса и начинается гражданская война. Представим себе, что Ленин во имя демократического централизма подчинился большинству ЦК. И, в общем, ладно, будем бороться против похабанного мира, который нам навязывают. И тогда с двух сторон Советская Республика была просто гораздо больше крови и кончила бы, во-первых, недовольство большевиков, правительство большевиков, потому что все были бы недовольны. Абсолютно все. И с той стороны, и с этой стороны, и со стороны центров рабочих, и со стороны крестьян, которые там... Там тоже было сплошное ограбление тех войск, которые шли, тем более Чехослованского корпуса, который вообще не русский корпус. Это тем более было сквердо. Начало же они начали. И вот здесь вот это чутье, интуиция Ленина была потрясающей. И он, конечно, сыграл недемократично. Я ухожу, уходит Свердлот вместе с ним. Это недемократично. Но он спас в этом смысле революцию действительно. И вместе с тем, почему Троцкий тянул? Он еще тянул, потому что положение в Германии тоже было известно. Из движения «Спартака», а потом уже то, что кончилось поярное спутствие, оно уже начиналось тогда. Тянулось для того, чтобы скорее-скорее с той стороны. Это действительно тогда все мечтали о мировой эволюции. Это был один из лозунгов. Поэтому все вместе получалось так, что Брест-Умер был нужен при всей его похабленности. Спасибо. Спасибо, Батрухиеда Целинова. Я не случайно, Владимир Петрович, задала вопрос о зачем. Зачем? Владимир Петрович, извините, пожалуйста. Владимир Петрович, зачем? Зачем Брест-Умерщи брали власть? Да, они брали власть. Для того, чтобы в России вместе с передовым пролетариатом всей Европы, по меньшей мере, произошла социалистическая революция. И вы не правы в том, что приехал, во-первых, не мужик, а Владимир Петрович Ленин, выдающийся политик, вернуться в Россию. Другое дело, что он, конечно же, к тому времени тогда не пользовался той известностью и тем авторитетом, безусловно. Но еще, находясь в эмиграции, после получения известий о февральских событиях в Петрограде, он провел два реферата, на которых он как раз подробно говорил о том, каким образом будет развиваться событие в России. Он сразу же заявил, что Временное правительство не сможет решить те вопросы, которые ему предстоит сделать, а потому мы и не должны его поддерживать. И тут я хотела вам показать, собственно, две коллизии. Россия находится в состоянии войны. В России запад, отторгнутый, отторгнутый, треть территории. В России, вследствие беженцев, которые стремились, конечно же, в центр России, и в силу того, что промышленные районы оказались отрезаны от районов сельскохозяйственных, нарушается, в том числе и потому, что плохо работала железная дорога, и в ответ на предложение национализировать железную дорогу царское правительство, а затем и Временное правительство, постоянно отвечали отказом. Не была национализирована железная дорога, а потому все проблемы, которые происходили в стране, приводившие к перебоям с доставкой продовольствия и военной амуницией, были одним из следствий. Но перед политиком Ленина и таким же политиком Лихановым и его сторонниками стоял вопрос, каким образом политическая партия в условиях войны должна себя вести по отношению к тем, кто оккупировал территорию России. Лихан, как и его сторонники, как и масса либеральных, так сказать, либерально настроенных военных, никогда не говорили о том, что необходимо установить военную диктатуру ради восстановления богатства. Если речь у этих людей и стояла об восстановлении военной диктатуры, там оказалось только одного – необходимости наведения порядка. Поэтому все они понимали, что мир необходимо заключить. Вопрос состоял только в том, каким образом этот мир должен выглядеть, каким он должен оказаться не только для России, но и для других стран, вынужденных участвующих в войне. Мир без аннексии и контрибуции, тогда Германия не несет никакой ответственности, юридической ответственности перед теми странами, которые она потопила в крови. А ведь не надо забывать о том, что существовали международные законы, которые Германия поправила. Необходимо было восстановить справедливость, безусловно. Вот на восстановлении такого мира и настаивали противники большевиков. То, что Брестский мир был вынужден мирой, сомнений не вызывает. Потому что к тому времени разложенные, в том числе и под воздействием пропаганды, которую вели большевики и поддерживающие их люди в армии, в гражданской жизни, в правительстве, привели к тому, что армия действительно была разложена. И это сомнений не вызывает. Поэтому прав был Плеханов, который сказал, большевики будут валяться у Вильгельма в ногах, лишь бы удержаться за власть. Но Плеханов понимал, что для большевиков власть – это не власть. Я ведь не зря вам задала вопрос, а зачем? Затем, чтобы жизнь в России, и не только в России, была построена на основах права, как говорил Плеханов и его сторонники, и справедливости. Вот эту справедливость необходимо было восстановить и заново начать переорганизовывать общество. Поэтому Плеханов после прихода большевиков к власти никогда не призывал его сторонники, умные сторонники, патриоты страны, понимавшие, видевшие дальше тех догм, которые у них под теми или иными ситуациями или условиями создались. То, что в России произошла социалистическая революция – да, конечно. Посмотрите либеральные газеты, посмотрите газету «Единство» того же самого Плеханова. Там вопросы социализма обсуждаются, я не скажу, в каждом номере. Все понимали, что время буржуазной революции прошло, и к власти должна прийти, как говорил Плеханов в августе, панархия. Он не призывал к анархии, он призывал к панархии, то есть к тому, чтобы власть действительно стала народной. А в тех совершенно конкретных, конкретных исторических, экономических и культурных условиях не мог еще пролетариат, который, простите меня за грубость, Юрий Валентинович, несколько бульгарно трактует пролетариат. Относятся ведь и интеллигенции, и инженеры, то есть все те, кто продает свой труд. А я не инцарктовал, пролетариат никак, почему тебя меняют? Вы говорили, постоянно говорите о том, что соотношение между христианами и рабочими в пролетариате слишком мало. Я говорил о верующих силах и этих событий с 17-го года. Кто преобладал? Солдаты преобладали. Они, конечно, не пролетариаты, не пролетариаты, не пролетариаты, а они на деле шинили. Поэтому, другое дело, что эта ошибка дорого обошлась миру. Очень дорого. Потому что тот же самый Плеханов говорил о том, что если мы позволим своим руководителям заключить сепаратный мир, то пройдет 25 лет, и те же самые силы в Германии развяжут новую мировую войну. Он ошибся на 22 года. В 1939 году началась Вторая мировая война. Более того, он предупреждал от подписания сепаратного мира еще и по другой причине. Он говорил о том, что союзники по Антанты начнут интервенцию против России. Ошибся он? Нет. Почему Плеханов и его сторонники протестовали против такой узкой трактовки понимания диктатуры пролетариата против заключений сепаратного мира? Почему? Потому что они закончились, все эти революции, которые действительно победоносно прошли в начале 20-го года. Какие революции завершились победой, как в Советском Союзе? Ни одна не завершилась. И Ленин осознал свою ошибку уже в ходе гражданской войны. Кто руководил Красной Армией? Солдаты из солдатских комитетов Красной Армии? Нет. Там уже служили офицеры царской армии. Кто работал на заводах? Кто осуществлял планы социалистической революции? Это были специалисты, выращенные еще... Да где-то что была пролетарская революция? Осуществляли специалисты... Поэтому... 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 Когда мы говорим о социалистической революции, когда мы говорим обо всем том, что последовало после, гражданской... После революции гражданской войны, необходимо соотносить это всем. Со всем, что произошло после. Я сегодня еще не знаю, что будет такая жаркая беседа. У Вадима Петровича спросила. А когда-нибудь он слышал о словах такого простого крестьянина, как фон Клаузевиц, который как-то сказал, что о событии нужно судить по его исходу, так вот по историческому исходу, и Великой Октябрьской социалистической революции, и по историческому исходу подписания Брестского мира, и нужно судить. А об ошибке, которую признал Ленин, он поменял свой взгляд на социализм, и по ошибке, которую Ленин, политик, сумел преодолеть в ходе гражданской войны. Интервенты были изгнаны, и территория России, да, за исключением Прибалжики, была восстановлена. В этом его величие политикам и политического философа. И Польшу стреляли. Я позволю себе дольше отступление. На мой взгляд, здесь одна такая логическая ловушка, которая подается с той стороной, которая говорит о том, что были какие-то потери в ходе Брестского мира. И все с этим согласны. На самом деле, на мой взгляд, не было никакой утраты по Брестскому миру территорий, ибо уже все было утрачено до самого Брестского мира, по факту ему. И территории, основная часть территории, я не беру часть Белоруссии, там, Эстонии, да, все остальное было не под контроль, но Петроградскому советскому правительству. Польше я не говорю, понятно. Самый развитый регион остался там, и просто в страшном сне можно представить, что Германия бы это все вернула в ходе переговоров. Дальше. Возьмем Украину. Все забывают о том, что перед этим был заключен другой Брестский мир немцев с Центральной Рады. Почему я тебя не забываю? И события противостояния красных и войск националистов на Украине показали, что красная армия, что красные не контролируют эту ситуацию там. Из-за исключения восточных регионов Украины. Дальше. И на белорусской территории, на части, значит, Лифляндии стояли тоже немецкие войска. Они тоже не собирались уходить. Остается убогие совершенно в экономическом отношении районы той же самой Белоруссии и Сляндии. Которые никакого исхода не решали. Только Рига и ее ближайшие окрестности в промышленном отношении действительно представляли порт. Рижский порт. И Ревель. Они представляли действительно экономическую утрату для России. Потому что мы должны смотреть по факту, что же было к подписанию. И немцы бы при всех раскладах они никуда бы не ушли бы с этой территории. Поэтому это, мне кажется, логическая ловушка, которая все находятся в ней. И я призываю просто немножко по-другому на это посмотреть. Кроме того, кроме того, забывается, что основное золото выплачивалось в Советской России не по самому Брестскому миру. А после убийства Мирбаха были определенные внесены доходы. Вот где. А не по Брестскому миру это все происходило. И если бы не глупости левых эсэр, то никакой вот этой контрибуции бы и не было. Ифинди, Андрей, не забудьте, что немцы высадились там после Брестского мира в нарушении его контриста. Вот. Но они уже нам не предближали. У них не было. У них не было. Товарищи, значит, кто еще желает выступить? И нам пора уже подводить итог. Значит, это политориаты. Можно задать? Не надо. По политориаты у нас под отдельное заседание. Я предлагаю каждому докладчику дать по пять минут для того, чтобы порадовать. Начнем с Артема. Я бы хотел тогда сделать только две рематки такого исторического характера. Прежде всего, я поблагодарю Вадиму, потому что ему пришлось сегодня тут вечер. Вот. Значит, хотел бы заметить по поводу роли Львана Патронского и тактики ни мира, ни войны. Сегодня, в принципе, историческая наука, она доказала, что Троцкий проводил линию, согласованную с руководством партии большевиков и преследовала на ту же самую цель, которую Ленин определил в самом начале Пятого Реговора, затягивание времени, попытку выкрать время до краха Второго рейха, края Езербска и Германия и наступления революции. Причем интересно, что когда Троцкий провозгласил эту декларацию «Не вера, а не войны», то, в принципе, часть австро-германских делегаций, они были, в принципе, удовлетворены этим термином, этой формулировкой, они не предполагают дальнейшему наступлению. То есть, считалось, хорошо, как бы, это самое, то есть, де-факто, происходит перемирие, наступления не будет, и, в принципе, доказано, что лишь давление Кайзера и вмешательство бывшего германского командования, но продавило вот это вот февральское наступление в 1918 году. То есть, в принципе, эта тактика, она имела очень большой шанс на успех. Второй вот важный фактор, который я хотел бы напомнить, но он был отмечен в последнем выступлении, это фактор «Центральной Рады», потому что первоначально переговоры, которые велись в ноябре 1917 года, предполагали только потерю при Балтии и правительстве. И потом появляется вот как раз «Центральная Рада», который себя заявляет как отдельный переговорщик на переговорах с Германией. И именно, и потом подписывается сепаратный мильдоговор с Кайзеровской Германией, то есть, заявляет себя как назовет «всемая страна», и только после этого Украина уже с ее огромными как бы и промышленными ресурсами, и материальными ресурсами становится потенциально потеряна для большевиков. То есть, вот это еще один очень важный момент, который мы должны учитывать в обсуждении про Брестский мир. И насчет важности прибалтийских регионов, прежде всего, от нынешней Эстонии и Латвии, я все-таки замечу один такой момент, что эти два региона были очень важными оплотами именно большевистской партии. Потому что они все-таки были, так скажем, важными промышленными центрами, и мы помним, что осенью 2017 года большевики там получали где-то до 60% на выборы по-моему. И в советы, и в учредительное собрание. И как раз после немецкой оккупации и после деиндустриализации, которую немцы там провели, а немцы там сделали в 2018 году то же самое, что было сделано в 1991 году, то есть, они вывезли все предприятия, которые там были в Германию, часть из них закрыли, рабочие оказались и без работы, и частично там стали мелкими какими-то предпринимателями, частично эмигрировали, то вот именно тогда, как бы, прибалтийские страны стали они именно тема, чем они стали как бы в дальнейшем и чем они являются в наши дни. Вот, то есть, проведены вот эти были, так скажем, контрреволюционные и как бы реакционные реформы. И потери, как бы, вот этих регионов, конечно, были... что сказали в дальнейшем. Ну, в принципе, это мои отражения в один. Ну, во-первых, я должен помогать вас, и, честно говоря, я доволен уровнем обсуждения, потому что он позволяет смотреть на события, связанные с Беским миром, так более объемно, в более широком контексте. Мы не только рассматриваем какие-то конкретные там вопросы, там, военная ситуация, хотели-не хотели брать Петроград, могли-не могли, там, и так далее, но также и они, пришел ли, а не был ли Брест результатом февраля 17-го года, например, или, может быть, даже вообще результатом мировой войны как таковой. А заключение Брестского мира какие имело последствия? Может быть, 45-й год тоже был действительно одним из таких последствий. Вот весь этот контекст, он, если клеем мы займемся, среди прочего, еще и задача рассматривать каждое из исторических событий или явлений, или процессов вот так объемно, на разных уровнях, то это действительно позволит нам более качественно вообще выходить на более качественное понимание всего вот этого. Ну и, соответственно, все те, кто нас будет слушать, смотреть, участвовать во всем этом, я думаю, тоже им это будет и интересно, и еще и полезно. Я, значит, начал записывать, когда вы выступали, разные свои там замечания, а вот я там что-то отвечу. Зачем? Во-первых, это получается очень много, и сейчас это не уважает всех вас, если все это читать. А что-то выбирать, ну, тоже неправильно, мне кажется. но должен вас поблагодарить, и, в общем, огромное спасибо Татьяне Ивановне, потому что, ну вот, без вашего гостеприимства начало вот этой работы Клио... Я, конечно, люблю, как и всякие нормальные человек, комплименты, и, правда, я их делю на 264. Дом Клиханова, вот, понимаете, есть Дом Клиханова, он исторически занимается этой работой, поэтому благодарите Дом Клиханова. Отлично, да, благодарим. Я думаю, что мы в группе ВКонтакте Вадиму предоставим возможность он все ответы, которые он сейчас хотел бы дать. Хорошо, конечно. Прекрасно. И в электронной почте. Да, и в электронной почте. Да, он подготовит ответы на все вопросы, которые поступили. Ну, и я думаю, что в рабочем порядке уже в ходе переписки или когда мы со званием со встречаться, мы определим тему следующего заседания. Я благодарю всех за сегодняшнюю работу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok